Добрый вечер всем! Ну и начинаем с традиционного вопроса, как меня видно, слышно. Видно, слышно хорошо. Еще один такой организационный момент. У нас есть два чата. Один общий чат для задачи вопросов технического характера. Второй чат – вопросы, которые буду смотреть я. Если вы хотите задать вопрос мне, либо написать какой-то комментарий, который должна увидеть я, то пишите в чате вопросы. Если у вас пропало изображение, звук или еще что-то, то пишите в общий чат, и наш администратор старается вам помочь. Тогда начинаем. Давайте немножко познакомимся. Напишите, пожалуйста, из какого вы города, сдаете ли, снимаете ли квартиру, планируете ли инвестировать, или инвестируете, или, возможно, вам просто интересно, зачем вы пришли на сегодняшний вебинар. Спасибо. Я смотрю, у нас подобралась аудитория с опытом, и есть люди, которые либо планируют сдавать, либо уже сдают. Так что надеюсь, что данный вебинар окажется для вас полезным. Ну и начнем с ошибки номер один. Ошибка номер один, на мой взгляд, это то, что в данном сегменте, скажем так, очень много непрофессиональных инвесторов, которые рассматривают вложение в недвижимость именно как пассивный доход, а не как некий бизнес. Поэтому, если вы в настоящий момент только собираетесь инвестировать в квартиру или в какую-то нежилую недвижимость, то в первую очередь спросите себя, готовы ли вы заниматься бизнесом. Я помню, когда я начинала в 2007 году, в мою тогда еще будущее свекровь, которая имела некий опыт сдачи квартир в аренду, говорила мне, что Катя, это бизнес. Я ей не верила. Думала, ну что там такого? Сдал квартиру, в принципе, получай себе доход. Вот. Но сейчас я могу сказать, что если ты сдал квартиру и, так скажем, не уделяешь этому достаточно времени и сил, то доход будет в лучшем случае средненький, а в худшем, если совсем не повезет, никакой. Поэтому надо настроиться на то, что это бизнес и подходить к этому как к бизнесу. Соответственно, если вы не готовы этим заниматься, то лучше в это, так скажем, не ввязываться. Поэтому картинка будет скорее, как вот этот товарищ с телефончиками, нежели девушка под пальмами. Итак, спросите себя в первую очередь, готовы ли вы, есть ли у вас время на то, чтобы этим заниматься. А именно, понятно, что надо искать и готовить объект к сдаче в аренду. Искать нанимателей. Регулярно контролировать оплату и состояние квартиры. Уделять время на то, чтобы следить за изменениями на рынке в законодательстве. Вот большинство проблем, которые я встречала, когда люди говорят о том, что квартиру им вернули в ненадлежащем состоянии, с огромным долгом за коммуналку, были дикие проблемы с соседями и прочее. Если начинаешь разбираться, в чем была действительно проблема, была проблема в том, что у людей не было времени, достаточно времени этим заниматься. Ну и, соответственно, через полгода они получили квартиру под ремонт, в лучшем случае, с долгами и прочее. Поэтому, если у вас реально объективно нет времени этим заниматься, не входите в этот бизнес. Второе. Есть ли у вас желание и способности? Готовы ли вы вникать в тонкости процесса? Потому что, как во всяком бизнесе, на аутсорсинг, скорее всего, не удастся вам это отдать. А если удастся, то аутсорсер, он заберет значительную часть вашего дохода. И, опять же, вы будете получать доход гораздо ниже, чем в среднем по рынку. Потом, готовы ли вы подбирать оптимальное решение? Где кого-то пригласить, привлечь, что-то сделать? Ну, к примеру, электрика, сантехника. Где-то что-то вам придется делать самому и прочее. И, соответственно, вы должны объективно оценивать выгоды. Свои от данного бизнеса. Почему? Что я очень часто встречаю? Часто я встречаю, что люди эмоционально подходят к процессу. Ой, ну, они такие хорошие люди, я сдала им подешевле. Или, наоборот, там, у меня такая роскошная квартира, она должна стоить столько-то. Несмотря на то, что по рынку она стоит гораздо дешевле. Именно поэтому, как жесткий подход к процессу. Я, например, являясь мамой с двумя детьми, не сдаю квартиры людям с детьми. И не потому, что я не люблю детей, да, а просто потому, что меня не умилит рисунок на обоях от моих арендаторов. И это для меня встанет в дополнительные затраты на ремонт. Причем, ну, понятно, что в своей квартире мои дети рисуют, где хотят, да. Вот. Но при этом у меня квартира с хорошим ремонтом. Я очень тщательно отношусь к выбору нанимателей. И, соответственно, третья составляющая этого бизнеса, этот бизнес связан с работой с людьми. Если, когда мы инвестируем в акции, облигации и прочее, мы в основном работаем с цифрами. Когда мы выбираем депозиты, опять же, мы работаем с цифрами, ну, плюс-минус нам надо, там, поговорить с операционистом, да, в банке. Если очень не повезло, с начальником отдела. Тут вам непосредственно придется работать с людьми, с которыми у вас сразу потенциально конфликт интересов. Потому что ваши наниматели хотят снять подешевле, получить лучшие условия. Вы хотите сдать подороже, получить лучшие условия у себя, для себя. Поэтому вы должны быть готовы, что вам придется разрешать конфликтные ситуации, также преодолевать некое негативное общественное мнение. Поясню, что многие наниматели смотрят на владельцев квартир, как на, ну, в кавычках возьмем, богатых людей, которые, в принципе, для которых доход от сдачи квартиры в аренду, ну, не является критичным. Поэтому, по мнению нанимателей, им должны пойти на уступки, да. Второй момент, какой может быть, там. Ваши знакомые, например, ну, мне часто, к примеру, говорят, что, да кто, какой дурак у тебя за такую цену снимает квартиру. Там, можно там, условно говоря, в два раза дешевле снять. Вот. Я часто встречала, опять же, такую ситуацию, что, там, мне говорят, что вы, ну, на рынке сейчас сложилась такая ситуация, да, на московском рынке, что жилье эконом-класса, услуги риэлтора от собственника оплачивает наниматель. Но при этом, фактически, риэлтор от собственника, он работает на собственника. И я слышала такое мнение, что, да вы над людьми издеваетесь, они находятся в, там, неудобном положении, они вынуждены покупать, снимать квартиру, а вы их еще заставляете оплачивать услуги риэлтор, который, по сути, вам услугу оказывает. Но, с другой стороны, так скажем, ничего личного, просто бизнес, если я буду оплачивать услуги риэлтора, тем самым я буду понижать свою доходность. Если общепринятая ситуация на рынке, что оплачивает услуги риэлтора наниматель, то я не вижу оснований делать по-другому, да. Вот, но часто бывает такая ситуация, что сложно справиться со своими эмоциями, ну, людям некоторым, да. И, соответственно, если вы не готовы к таким вариантам, если вы не готовы ругаться с людьми, не готовы идти на какие-то уступки, которые противоречат вашим интересам и прочее, то, в общем-то, не связывайтесь. Потому что очень часто я встречаю такую ситуацию, когда люди сдают квартиры, сдают ее ниже рынка, идут очень сильно на уступки нанимателям, и при этом говорят, ну, мне жалко, ну, мне они нравятся, ну, еще там что-то, да. При этом бывает обратная ситуация, когда, там, у меня один из анекдотичных случаев был, когда ко мне стал у меня снимать квартиру один из нанимателей, вот. Почему он съехал с предыдущей квартиры? С предыдущей квартиры он съехал потому, что хозяйка квартиры его склоняла к тому, чтобы он женился на ее дочери, да. Вот, он был мальчик скромный, но жениться не планировал, дочка ему как бы не нравилась, да. Вот, ну, и, собственно, вот так вот. В данном случае, опять же, человек не мог оценить свою выгоду, да, то, что в этом случае она при таком отношении потеряла доход. Вот, теперь пройдемся немножко по вопросам. Так, Екатерина, какая у вас профессия? Вы занимаетесь чем-либо, кроме инвестирования, проведения вебинара? Так, ну, по профессии я математик, закончила Мехмат МГУ, также я дипломированный бухгалтер, английская ассоциация бухгалтеров, но на данный момент я консультирую людей по вопросам инвестирования, не только в недвижимость. В общем, вот. Так, как должна быть отделана и оборудована квартира, чтобы сдавать ее на длительное время? Ну, смотрите, однозначно на этот вопрос нельзя ответить, все очень сильно зависит от класса квартиры, который вы сдаете. Главный девиз, так скажем, ремонта квартиры под сдачу – универсальность. Да, без всяких дизайнерских изысков, если мы не говорим про квартиры какого-то люкса, варианта. Ну, при этом чистенько, в общем-то, все. Дальше наполнение квартиры, ее отделка зависит от класса квартиры, от местоположения, от предложений на рынке. Однозначно, точно нельзя ответить. Так, почему вебинар про ошибки, а не про возможности? Ну, вот такой вот я придумала вебинар. В данном случае я бы… Его цель – больше отговорить людей от инвестирования, или, по крайней мере, чтобы они лишний раз задумались, до того, как они вложили значительную сумму денег. Так, дальше. Сергей пишет, сдаю, следует ли еще продолжать сдавать, или уже пора выходить из рынка? Сергей, ну, тут однозначно нельзя ответить на ваш вопрос. Все зависит от того, какие у вас объекты. Я пока не выхожу из рынка. Так, сколько времени надо посвящать бизнесу от сдачи в аренду? Наталья спрашивает. Ну, мой опыт не меньше дня в месяц. Если мы не говорим про то, что… Про пересдачу квартиры и про поиск объекта под инвестированием. Там, конечно, все зависит от того, ну, очень сильно зависит от ситуации и так далее. И, ну, и, соответственно, опять же, время зависит от того, сколько у вас объектов. Катя, вы сами инвестируете в недвижимость? Если да, то в какую? Сергей спрашивает. Да, у меня у самой несколько объектов. В Москве в основном один есть объект в Курской области. В основном жилая недвижимость. Сергей, давайте разберем на текущий момент вообще имеет ли смысл заниматься вложением в недвижимость. Что выгоднее сейчас выходить из недвижимости, держать ее или входить в недвижимость? Сергей, очень сильно все зависит от того, какой у вас объект, сколько у вас денег на данный момент, если там входить и все прочее. То есть, ну, в общем нельзя ответить, входить, выходить и прочее. Все-таки, так скажем, показатель, то, что рынок недвижимости падает, это некий показатель средней температуры по больнице. Когда в морге 26 температура, в реанимации 40, а в среднем 36,6, ну, это совершенно не значит, что все здоровы. Сколько недель в году у вас пустует недвижимость? Сколько максимум вы можете позволить, чтобы остаться на нулях? Доходы, расходы. Так, смотрите, сколько недель в году у вас пустует недвижимость? Ну, в среднем я пересдаю в течение недели каждый свой объект. Ну, самое максимальное простое у меня было 3 недели, но он был связан с тем, что это были новогодние праздники, я просто этим сознательно не занималась, с семьей на даче была. Вот, а наниматели у меня выехали перед Новым годом. Вот, сколько максимум вы можете позволить, чтобы остаться на нулях? Вот это я не поняла, доходы, расходы, вот этот вопрос я, честно говоря, не поняла, тогда поясните. Не меньше дня в месяц на каждый объект сдачи, спрашивает Влад. Нет, на все объекты. Екатерина, сколько у вас объектов сдачи, вы их заработали на аренде? Ну, сколько объектов, я не скажу, скажу, что больше пяти. Вы их заработали? Заработала я их не только на сдачу в аренду, ну, даже не столько на сдачу в аренду. Первую свою квартиру я купила в ипотеку, работая в крупной компании, западной. Как вы относитесь к разбивке квартиры на комнату с установкой кухонного блока в каждой комнате, сдачи по комнатам, включая кухню? А я отношусь к этому как к очень рискованному варианту инвестирования. Плюс надо понимать качество, ну, в кавычках, да, нанимателей, которые придут к вам в такую квартиру. Надо очень хорошо подумать над их платежеспособностью. Ну и плюс далеко не во всякой квартире можно согласовать такую перепланировку. Рентабельность ваших инвестиций. Ну, рентабельность, в принципе, по рынку. Как вы контролируете недвижимость на удалении, в вашем случае в Курской области? Ну, в Курской области у меня это контролирует риэлтор, который находится в Курской области. Соответственно, ну, там, в принципе, очень высокая доходность за счет стоимости вхождения в квартиру, поэтому этот контроль оправдан. Какие конкретно, какие-то конкретные советы будут? Ну, в принципе, вебинар посвящен ошибкам, да. Будут конкретные примеры, насколько вы сможете примеры ошибки перевести в совет, то это я не могу сказать. Как относится к инвестированию недвижимости с чистичным использованием ипотеки? По этому вопросу будет отдельно слайд. Вот, там посмотрим. Екатерина, вы свои квартиры сдаете помещенные или ваши квартиры, а не выкуплены или в кредите? Все мои квартиры я сдаю, да, в долгосрочную аренду. Все квартиры мои, все они, моя собственность, они не в кредите. Какие объекты в Москве, свачка, интересный час для покупки, чтобы сдавать в аренду? Сергей, ну тут, скажем так, надо смотреть прямо на конкретный объект. Просто конкретный объект в конкретной точке времени, пространства, да. То есть, вот так вот сказать, там, какой район, там, однушка, двушка, еще что-то, не могу. Пользуюсь ли вы услугами управляющих компаний, которые контролируют оплату, коммунальные услуги, аренды и прочее? Нет, не пользуюсь. А скажу почему, потому что это снизит доходность. Плюс я знаю несколько управляющих агентств в Москве, но, честно говоря, там, не могу оценить их качество. Но, в любом случае, боюсь, что меня не устраивает снижение доходности, поэтому, собственно, нет. Недвижимость – это для вас бизнес, это основное ваше дело? Да, недвижимость для меня бизнес, но у меня несколько направлений, в том числе консультирование. Как обезопасить себя от возможного воровства имущества квартиранками? Ну, в принципе, контроль квартиры, если кратко, депозит и, соответственно, фейс-контроль нанимателей. Скоро будут поднимать налоги, что даже сбор еще больше скакнет инфляции. Как отразится на вашу дачу квартиры? Просчитывали? Ну, я бы сказала так, что по поводу налогов, мне кажется, что народ как-то сильно преувеличивает проблемы, да? Потому что, когда мы говорим, что налог на недвижимость, ну, допустим, на имущество с 3,5 тысяч до 5 поднимается, да, ну, к примеру, да, при стоимости квартиры 8 миллионов, ну, это капля в море. Вот. Я думаю, что никак пока не отразится, когда это станет для меня невыгодно, я тогда буду выходить. Про ситуацию на рынке расскажите, пожалуйста. Ну, ситуация на рынке разная, я бы сказала, что сильно преувеличено падение рынка СМИ, по крайней мере, могу сказать, на опыте своих квартир. Вот. А, соответственно... Соответственно, вот. У вас есть объекты для коммерческой сдачи? На данный момент нет. При разбивании на студии в чем риск? Ну, риск не согласовать перепланировку, плюс люди, которые идут в студию, это люди пограничные между комнатами и квартирами однокомнатными, да, которые не могут себе позволить однокомнатную квартиру, но не хотят жить в комнате. Вот. Поэтому, собственно, основной риск, что у вас будет неплодежеспособна аудитория. Кроме несогласованной планировки, сколько процентов платите риэлтору? Риэлтору я нисколько не плачу, у меня все квартиры... У меня все квартиры эконом-варианты, поэтому риэлтору платит наниматель. То есть вы не все объекты контролируются сами, часть у вас на аутсорсинге. Но на аутсорсинге у меня единственный объект в Курске, в Курской области. Сколько вы платите компании менеджер-риэлтору для управления движения в процентах? Но, опять же, сказал он, нисколько. Так, сколько приносит вам ваш объект в месяц в среднем? Вы в абсолютном отношении хотите или в каком? Ну, уровень, там, 5-7 процентов, если смотреть на рыночную стоимость квартиры. Но я не все квартиры по рыночной стоимости покупала. Так. Что можно считать нормой для доходности по недвижимости в долгосрочной перспективе? Например, по акциям говорят, что 5 процентов на долгий срок, 15. Это можно такую же оценку. Но по недвижимости, в принципе, средняя доходность 5 процентов. Но на моем опыте, скажем так, ко мне часто приходят клиенты, которые сдают квартиры в аренду, мало кто ее реально получает. Даже эти несчастные 5 процентов. А вы скажете, о сдаче в аренду коммерческой недвижимости, есть ли смысл заняться ею? Ну, я бы сказала так, очень если кратко, что без опыта я крайне не рекомендую заходить в коммерческую недвижимость. Плюс там порог входа, чтобы купить что-то приличное, ну, довольно высокий, гораздо выше, чем жилую недвижимость. Я только что подошел, может пропустил все. В чем интерес от этого вебинара? Что вы предлагаете не бесплатно? Ну, не бесплатно, даже затрудняюсь ответить. Вы имеете в виду, что преувеличено падение рынка аренды или продажи? Я имею в виду, что преувеличено падение рынка аренды и преувеличена стоимость продажи. В общем, падение продаж, стоимости продаж среднего за квадратный метр, потому что, ну, по моему опыту и опыту моих, так скажем, знакомых, коллег и прочее, все, кто мог, все ликвидное с рынка убрал. Вот. Подскажите, какой именно ваш средний уровень дохода в месяц от сдачи? Ну, это я не подскажу. Это все-таки некая тайна. Ну, жить позволяет. Какова обычная величина залога? Величина залога – месячная плата. Возможно, конфликт для квартирантов с соседями как решается и как оформлены договоры. Так. Ну, с соседями, слава богу, у меня не было конфликтов с квартирантами, но договор у меня всегда оформляется. Екатерина, вы сказали, что ваша цель скорее отговорят людей от таких инвестиций, тем не менее вы сами активно занимаетесь этим бизнесом. Значит ли это, что если грамотно подходить к вопросу, то это все-таки дело, которым стоит заниматься? Да, Алексей. Ключевое слово – если грамотно подходить. Вот. Ну, если вы, так скажем, после этого вебинара почувствуете, что у вас нет сил, там, ну или слушатели почувствуют, то это будет хорошо. Каковы ваши прогнозы по изменить цены на аренду в ближайшей перспективе? Ну, смотрите, я думаю, что она не будет подниматься в среднем цены, но при этом, опять же, падение сильно преувеличено. Очень сильно зависит, насколько у вас ликвидный или неликвидный вариант для аренды. Если коммерческий интерес, если даже есть только один объект, например, одна квартира. Ну, в принципе, да, почему нет? А какой оптимальный механизм контроля за арендой в другом городе, где вы не живете? Ну, оптимальный, собственно, у арендатора спрашивайте каждый раз показания счетчиков, электро. Плюс есть человек, который готов в случае чего пойти посмотреть, что там в квартире происходит. Сколько приносит в месяц? Так, просчитывали бы, сколько месяцев у вас скупается текущая стоимость, например, 200-300 месяцев после оплаты всех расходов у вас скупается текущая стоимость. Но на самом деле, сколько месяцев я не просчитывала. Я в процентах, так скажем, смотрю. Как покупать квартиры ниже рыночной стоимости? Но это не тема нашего сегодняшнего вебинара, честно скажу. У вас несколько квартир в Москве, коммуналка выше, чем для владельца одной квартиры. Ваши наниматели платят повышенную коммуналку. Но причем тут у меня наниматели платят по счетчику. Да, я не собственник единого жилья, как это в Москве. Наниматели платят воду и электричество по счетчику, остальное плачу я. Доходность 5% в месяц или в год? В год, конечно. Как вы оцените перспективы, как рынок насытится, если брать среди квадратных метров? Сейчас в России вроде там, но смотрите, рынок российский, вообще не берусь оценивать, честно скажу. Он очень разный, очень сегментированный, но я в основном на Москве работаю. Так, вы мне не ответили, сколько в рублях, но я, так скажем, не буду публично эту информацию. Вот, Ольга Сергеева спрашивает. Оль, привет. Вот, доходность 5% существенно ниже. Да, существенно ниже, в принципе. Можно поискать что-то получше, но в среднем это в лучшем случае так будет. Денис, считает ли вы, что с падением экономики меньше людей будет в своих квартирах, больше людей будет сдавать? Как это отразится на вашем бизнесе? Я на самом деле не думаю, что что-то больше или меньше, да, то есть на данный момент я, ну, по своим квартирам не вижу падения спроса. Какие налоги с дохода от сдачи квартир, как оптимизация возможна? Про налоги будет отдельный слайд. В чем отличие трудности при сдаче нежилой, недвижней сравнение с жилой? Ну, основное отличие, что нежилую можно в принципе не сдать. Жилую вы, скорее всего, сдадите. Вопрос за сколько? Что сейчас наиболее видно для сдачи? В каких городах? Ну, соответственно, Я не скажу про все города России точно, но опять же надо конкретно смотреть на объект. Где именно в Курской области ваша квартира? Сколько комнат? Почему там доходы свыше доходов с московской? И так, квартира куплена ниже рынка. Нет, квартира куплена не ниже рынка, но просто такая ситуация. Там сложилась такая ситуация, что квартиры дешевые, а аренда дорогая. Каково скорость возврата на ваших объектах? Если есть пустая, что порекомендуете с ней делать? Продать или попытаться сдавать? Как порекомендуете продавать квартиру самому через агентство? Зависит конкретно от квартиры, если у вас есть пустая, да? И, соответственно, подходит ли она под сдачу, готова ли вы этим заниматься? Порекомендуете продавать квартиру самому или через агентство? Ну, я бы порекомендовала, я бы сформулировала не через агентство, а через грамотного риэлтора. Другой вопрос, что надо потратить достаточно много времени, чтобы найти такого грамотного риэлтора, потому что 90% риэлторов, или сколько-то не очень, так скажем, профессиональных. Вы сказали, что редко кто из арендаторов получает 5%. Почему, на ваш взгляд? Но именно потому, что люди к этому не относятся как к бизнесу, не готовы уделять этому достаточное время, не готовы в этом разбираться. Легко ли сдать бы квартиру без техники мебели? Зависит конкретно от квартиры и, соответственно, ну, соответственно, да. Как вы фильтруете квартиры съемщиков? Ну, скажу вам, собеседование. Моя риэлтор проводит где-то буквально часовое собеседование с каждым нанимателем потенциальным. И, ну, плюс она знает мои требования. Есть ли смысл сейчас сдавать квартир, которые уже есть, если собирается разменить ее через 2-3 года? Ну, опять же, если вы готовы этим заниматься, есть. Если вы не готовы этим заниматься, вы можете попасть на то, что квартиру убьют просто в усмерти. Так. Ну, в лучшем случае, зачем этим заниматься вообще? Если доходность, ну, вот про это и разговор, что если у людей доходность 5% меньше банковского депозита, то, в принципе, игра, если чисто с математической, точки зрения, не стоит свеч. Другой вопрос, что наши люди не доверяют банковской системе, им греет душу, что у них есть квартира, квартира это может быть под какие-то другие цели, ну, там, допустим, детей ждет или еще что-то, вот. Ну, собственно, они этим поэтому и занимаются. Если бы у вас была возможность вложить несколько миллионов рублей, купить готовую квартиру в Подмосковье, как бы вы поступили, если бы у вас была возможность вложить несколько миллионов рублей, купить готовую квартиру в Подмосковье или где-нибудь, или сдавать ее в аренду, вложить на стройку, затем получить ее в стопс, сделать ремонт и сдавать ее, вложить в иные финансовые инструменты. Если вариант 3, то в условиях нынешней неопределенности, определенно слишком рискованно смотрите с парой миллионов в москву подмосковье я бы не стал заходить просто ну точно вы не рассматривайте недвижим за бежим что нужно учитывать для при покупке квартиры за границей но смотрите я рассматривала недвижимость за рубежом 99 и девять десятых предложение на российском рынке откровенно не ликвид миру недвижимости за рубежом там надо входить с большой суммой и опять же думайте как вы в эту в это зарубежье ездить будете если что выяснять свои вопросы проблемы у меня достаточно много клиентов которые приходили ко мне уже в кавычках с вложением с недвижимостью за рубежом и деньги оттуда им вытащить не удалось вот доходности тоже получить как что вы думаете об аукционах по банкротству и ну я бы сказал что это очень сильно распиаренная вещь реально что-то ликвидное купить очень сложно простите на 5 к примеру комната стоит пять годовых до 60 тысяч то есть 5000 это за 10 минус квартал то есть 8 8 это много креста вас было 10 ну я покажу как бы средний расчет просто на средней квартире которая в москве можно найти это вот именно так пять процентов дальше может все таки пойдем дальше 5 чистыми или это до расходов 5 чистыми но я говорю про то что среднем люди получают если с депозит вычислить от получится меньше пяти ну меньше пяти так ну что пойдем дальше вопросы закончились так ну собственно если вот с этой ошибкой номер один мы разбираемся если вы принимаете что рентный доход это не пассивный доход а бизнес то все в общем то встает на свои места вы покупая квартиру вы говорите я готов заниматься бизнесом да не full time не нам там восемь часов в неделю в день да там 40 часов недели но бизнесом теперь ошибка номер два которая часто встречала многих людей это проблема с математикой но так скажем часто они наверное руководствуются больше эмоциональными какими-то вещами вот пример как оценивать квартиру доходность квартиры до считаем полную стоимость покупки полная стоимость это за сколько вы купили плюс накладные расходы на типа риэлтора еще что-то да там оценку если вы заказывали и прочее соответственно плюс ремонт и обстановка дальше периодические затраты это коммунальные платежи как правило постоянные платят собственник переменные воду электричество платит наниматель да а налоги страховка если мы платим налоги и страховку и страхуем квартиру риэлтор если мы платим риэлтор управляющей компанией плюс учитывайте ваше время которое вы тратите на то чтобы эта квартира заниматься в частности если она у вас в другом городе то это проезд туда отпуск на этого берете прочее плюс простое плюс текущий ремонт и вложение в обстановку так что-то до оборудовать поменять и соответственно ущерб объекту и соседям если такой имеется да то есть понятно что многие наниматели могут оставить квартиру недалеко не в первозданном виде и так скажем это будет гораздо больше чем чем стоимость залога вот давайте если возьмем средний вариант средний средний берем квартиру в москве однушку купить можно где-то за 5 миллионов от 5 миллионов начинается да там примерно вот примерно 150 тысяч комиссии риэлтора опять же от 150 тысяч то вот примерно ну там еще 50 тысяч может быть какие-то накладные расходы туда-сюда аренда банковской ячейки прочее да если мы через ячейку покупаем ну 5 200 мы вложили плюс еще в зависимости от степени убитости как мы купили квартиру 1500 худшем варианте вложить в ремонт и обстановку дальше что мы смотрим смотрим постоянные коммунальные платежи где-то там три с половиной тысячи в месяц опять же зависит от сезона там когда с отоплением папа дороже никогда отопление нет подешевле но так в среднем год три с половиной 12 получаем 42 тысячи теперь если мы платим налоги то там это 13 процентов и получаем порядка 40 тысяч это у нас будут налоги и соответственно 20 тысяч в год страховка ну так примерно если застраховать по нормальным риском там да на полную стоимость квартиры вот считаем что управляем квартиры сами и считаем что простой у нас один месяц и так в среднем там если смотреть на в долгосрочной перспективе затрат на ремонт порядка 20 тысяч ну там где-то потом в год до подмазать подкрасить там что-то поменять что-то обновить там ну и так далее то есть ремонт такой в рамках естественного износа до квартиры ну что и считаем что если у нас простой месяц сдаем где-то за 28000 получаем 28 на 11 308 тысяч делим на то что мы вложили на 5 700 получаем вычитаем все вот периодические затраты и получаем собственно 32 процента вот если посчитать этот же вариант по самому крутому сценарию да там купили за 5 миллионов сдали за 30 миллионов простоев нет коммунальные опять те же самые 35 налоги мы не платим риэлтора ничего нет вот в ремонт не вкладывались жестко контролируем нанимателей чтобы они там квартиру не убили и прочее ни на какие уступки не идем ущерба никакого нет но получаем где-то в районе 66 36 процентов ну то есть вот так вот если мы смотрим на среду такую среднюю квартиру там хрущевку метро который в принципе максимум за 30 тысяч можно сдать но так опять же в среднем я не говорю про конкретные какие-то объекты так поэтому собственно нет эмоциям до цифрам а что я часто встречаю людей спрашиваешь сколько получается доходность но это как правило клиенты ко мне приходят рассказывают что у них есть квартиры в аренду сколько у вас доходность не говорят например 7 процентов я говорю это гроз или нет это с учетом всех затрат или не с учетом не говорят не с учетом я говорю а сколько коммуналка а сколько у вас простой было за за последний период ну в общем считая считаешь в результате получаешь три вот но люди уверены что у них 7 вот это вот просто ситуация которая случается со мной сплошь и рядом поэтому собственно прежде чем пить какой-то объект просто сядьте подумайте вот эти вот всякие циферки соберите считайте там что допустим вас простой будет месяц вот и сколько там коммуналка будет за сколько реально стать сколько в ремонт вам придется вложиться посчитать какая у вас будет доходность вот не хотите ли вы в это дальше вкладываться или нет вот теперь опять по ошибкам а по вопросам вопросов немного значит простить но 5 это как в общем пример я провела евгения вот дальше всякие варианты возможно да вот комната не как правило подороже вот есть квартира опять же тоже поинтереснее в чар для аренды вот но в общем вот как посчитать лучше квартира вторичный рынок или новое жилье андрей все очень сильно зависит от от того от конкретного объекта в новом жилье что я сейчас вижу большой риск банкротства отдельных застройщиков либо соответственно то что затянется строительство плюс 90 процентов квартиры вашем доме кажется инвестиционными они будут демпинговать по рынку на вторичном рынке у вас есть шанс по выбирать и уже просто конкретно понимать что вы берете вот чем вы расходите с мнениями с киосаки ну с киосаки я собственно расхожусь в том что я считаю что кредит не стоит брать да с другой стороны если киосаки внимательно почитать он там рассказывает как он ездит там выбирает пристально недвижимость собственно данном случае я его мнение разделяю что прежде чем купить что-то ненужное надо продать что-нибудь ненужное надо очень долго выбрать выбирать первое попавшееся под лозунгом московская недвижимость цене всегда или инвестиции лучше недвижимость не стоит покупать если вопрос алексея про три варианта перефразировать если не с парой миллионов входить в москву скажем семью 8 то что бы так то чтобы вы посоветовали смотрите влад опять же зависит конкретно от вашей ситуации семью восьми миллионами уже можно входить в москву жилую недвижимость но вопрос готовы ли в этим заниматься если говорить про акции облигации прочее опять же при грамотном подходе там можно доходность получить выше при меньших трудозатратах с вашей стороны но ключевое слово при грамотный значит глеб спрошу здравствуйте насколько важен ремонт квартир для успешной сдачи можно ли за счет ремонта поднять арендную платка давайте это не должно быть нужно и страховать квартиру смотрите я все за счет ремонта да можно поднять цену квартиры но надо очень оптимально входить ремонт про это будет отдельный слайд бытовая техника опять же зависит от класса квартиры но минимум плита и стиралка хотя бы стиралка и холодильник вот хотя и не есть некоторые люди которые со стиралкой с холодильником ездят но с плитой я еще никого не встречала с холодильником со стиралкой встречала но как правило вот это минимум который должен быть стиралка холодильника плита нужно и страховать квартиру ну лично я квартира страхую вот собственно вопрос ответил на следующий вопрос да я страхую гражданскую ответственность всех квартир текущий ремонт обычно проводят за счет съемщиков ну зависит от текущего ремонта вот 500 тысяч на ремонт зачем такой нужен людям не надо евро ремонт им надо чисто аккуратно и дешево и вам будет не жалко если кто-то что-то сломает данный случай я взяла какой-то такой вот усредненный вариант до который когда вы первый раз делаете ремонт там нашли не очень удачную бригаду нет особо времени ездить там выбирать дешевые какие-то стройматериалы на приличные там и прочее 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 вы легко можете в 500 тысяч на ремонт даже не вписаться так зачем 13 налогов не лучше 6 через ип но я взяла самый такой кондовый вариант 13 процентов вот хотя в некоторых случаях он оправдан они все далеко готовы тоже с ип морочится ну начнем с того что не все вообще платят налоги дальше про налоги будут отдельные слайдик а почему вы налоги считаете 13 6 это ответим это естественно долгосрочной аренде несколько лет про текущий ремонт естественно при долгосрочной аренде несколько лет вы работаете одна ли у вас команда помимо риэлтора 1 так налоги плачу договор всегда заключаю почему не стоит брать кредит если кредит 3-4 годовых где вы видели 3-4 годовых кредит какие особенности вашего ремонта для сдачи квартир кафель тому подобное собственно у меня квартиру чистенько где-то евро где-то не евро зависит от квартиры вниз не проще купить убитую квартиру недорого не делать ремонт сдавать по невысокой цене не беспокоиться смотрите с убитой квартиры тут такой вариант выглядит она конечно проще сдавать и не беспокоиться но тут вариант что приличный платеж способны люди хотят жить все-таки в не в убитой квартире одни платеж способны и вам самому не нужны потому что они не платеж способны и вот и тут вот такая вот дилемма возникает что за дешево к вам приличные не пойдут потому что они 5000 накинут грубо говоря будут хорошим квартире жить а за те кто пойдут они вам будут платить или табором заедут вот но условно опять же ну при этом надо смотреть на квартиру на предложение в том районе и прочее то есть бывают всякие варианты как вы учитываете естественно износ бытовой техники ремонта в случае длительной сдачи в вашем расчете не не увидел этого пункта расходов но в общем-то 20000 который я написал так усредненно это вот я считаю то что в год в среднем на долгосрочную сдачу уходит там подмазать тут подкрасить тут где-то может заменить холодильник который вышел устроя да там работал уже 20 лет и все прочее соглашается ли вы вывести из квартиры мебель технику если арендатор просит где хранить нет я не соглашаюсь я могу пойти на то чтобы арендатор что-то вез свое у меня был вариант когда арендатор меня просил своим холодильником пользоваться просил мой вынести на балкон я на это не согласилась потому что на балконе холодильник умрет вот мой потом не мой если что покупать новый ну в общем на то что он будет пользоваться своим холодильником уменьшая тем самым площадь кухни ну пожалуйста какая форма предпринимательства у вас и и чп о и прочим у меня и п а чего конкретно страхуется кроме гражданской ответственностью я страхую в принципе все вот дальше зависит от квартиры я там довольно подробно разобралась со страховыми программами дай поэтому я конкретные риски выбираю которым не нужны там сумму серийного платье как везлицо нет никак я могу получать 3,4 годовых сша стоит ли в этом случае брать объекты в кредит но вы же в долларах полу возьмете тут валютный риск и все прочее да там то есть надо смотреть опять же надо просто сидеть и читать как помимо одночасового интервью бы проверять кандидата квартир съемщики минальный проект проще нет не проверяю я могу сказать что так скажем опять же все сильно преувеличенная и няню например беру не проверяю там какой-то откровенный криминал вот ну в общем то знаете после часового интервью с вероятностью 99 процентов видно человек понятно во первых ну во первых спрашиваешь где он работает а там прочим как давно в москве почему ищет почему ищет и все прочее часть люди хотят пустуле с мебелью с техникой ну чаще люди хотят пустую или с мебелью техникой но у меня все квартиры с мебелью соответственно дальше надо смотреть опять же на конкретный объект если много вокруг пустых продается то ваша с мебелью будет с правильной мебелью да интересно если больше продается ну сдается пустых то ну наоборот с мебель это может кому-то будет интересно пустая вот так что конкретно надо смотреть что в том районе происходит когда вы понимаете под ликвидом недвижимости раскроете можете любить прийти не клип там посмотрите под ней ну классический ликвид до однушка в пешей до в реальной пешей доступности от метро с таким ну чистеньким ремонтом вот может перейти в неликвид силу конъюнктурной ситуации неликвид может перейти если рядом у вас допустим хрущевочка пуска чистенькая то рядом построят большую новостройку где там народ накупит кучу инвестиционных квартир либо под окнами разобьют дорогу да вот на уровне прям на окна будут выходить прямо на вашу квартиру такой тоже вариант на соколе пожалуйста сейчас эту эстакаду все строят не достроят людям было там а-ля элитная квартира почти в центре сейчас они выходят окнами на эстакаду и преимущество этой пасть недвижимость но преимущество налоги конечно страховые страховой случаях тфу 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 не было и низ кредит на недвижимость надо брать той валюты в которой вы будете сдавать но собственно да такой посыл что надо страховаться от валютных рисков чтобы не пополнить ряды валютных ипотечников так про что вы думаете про сегмент апарт отели вариант из региона купить апарт столе создавать через рука про апарт будет небольшой слайдик вот если там не отвечу тогда еще раз можно задать вы сказали что не готовы оценить рынок недвижимости все как по цене свои картину что они всегда будут ли пивни сюда почему если нет то почему но смотрите навсегда я вот ну не могу гарантировать понятно я думаю что никто не может гарантировать вот если завтра революция в россии дату извините и частную собственность отменит то собственно со своими квартирами я пойду никуда не пойду да вот а так на данный момент я считаю что у меня вполне ликвидные ликвидные варианты я могу взять 4 сдавать квартиру сша посмотрите denis про сша вам что могу сказать у меня есть приятель который сдает дом сша у него все там тоже как-то казалось приятно он тоже в ипотеку взял кого бы домик купил в техасе он там одно время жил потом переехал сюда вот из ну в общем он не все расписывал как это радужно у него будет пока не начал сдавать часу там описывает что у него совсем все не радужно вот сдается ли вы животным из кошка примеру я не сдаю ваша недвижимость оформленная на вас да на меня так теперь продолжаем дальше ошибка номер три муки выбора да надо понимать что далеко не всякие объекты недвижимости это инвестиции вот мы все привыкли видеть что со всех сторон нам пишут что лучше не инвестиции это недвижимость вложитесь в недвижимость это инвестиция там тудым-сюдым там как бы да вот 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 ничего подобного инвестиции то что приносит вам доход то что приносит вам головной боль это не инвестиция поэтому прежде чем покупать не какой-то объект подумайте кому вы его будете сдавать под кого вы этот объект берете ну вот на экране мы видим что мы видим офисный сотрудник самый так скажем желаемый контингент в среднем да для в качестве нанимателя видим мы представители средненькой азии да вот самый не особо желаемый но не самый худший вариант для сдачи квартиры видим вариант квартира с детьми квартира с животными квартира под ну условно назовем это массажный салон вот и такие варианты тоже есть кому вы собираетесь этот объект сдавать от кого будет спрос потому что что я часто видела опять же собственники переоценивают какие-то там преимущества объекта к примеру однушка недалеко от парка и но далеко от метро кому интересен такой вариант вот работающему человеку который домой приходит только поспать парк вот но ни разу не нужен он выходные может доехать до парка а семье с детьми которые нужен парк и мне нужно однушку им все-таки при прочих равных нужно двушка или трешка ну это вот как пример вот поэтому сразу задумайтесь кому вы собираетесь это сдавать пример то кому вы хотите сдавать семья славян без детей животных офисные сотрудники самый желаемый в среднем вариант а кто готов с вами работать например двое студентов из китая дарь если рядом к примеру какой-то институт или там рынок до какой-то вот помним что но в среднем дат китайцев будет запах от их кухни специфичные которые очень понравятся вашим соседям вот ну и прочие всякие могут быть проблемы поэтому кому подходит данная квартира если квартира например однокомнатная с маленькой кухни то она на семью скорее всего с детьми не подойдет вот или например если там лифта нету да вот опять же ко мне как-то если например к вам приходит беременная нанимательница потенциальная да вот которая может быть еще не знает всех сложностей проживания с детьми вот она может еще не до конца понимать что ваша квартира в общем не совсем подходящий вариант для семьи с детьми вот теперь надо посмотреть что с конкуренцией например не строится ли рядом новостройка который по сложившейся в москве традиции особенно в подмосковье 50 процентов квартир будут инвестиционными которые сильно понизят цену вашей квартиры когда они все вместе радостно выйдут на рынок вот и как правило если у вас например какой-то старый жилой фонд или бы присматривать вот этот старый жилой фонд а у них новостройка при прочих равных их новостройка будет лучше потому что будет лучше планировка поприличнее подъезд и прочее да если ваша квартира далеко от метро проблемы с парковкой кому вы собираетесь сдавать эту квартиру люди которые имеют машину они предпочитают все таки чтобы с парковкой вопрос был каким-то образом решаем то есть либо рядом какой-то паркинг либо можно было снять сдать либо места были так далее да вот то есть ваш вариант будет не самым интересным скажем так из того что предлагается на рынке ну и соответственно попытаться убрать субъективное впечатление опять же что я часто встречаю люди not москвичи до живут в каком-то там районе например юго-запад они живут обожают свой юго-запад и говорят выхина это фу печатники это фу и все прочее и вообще они живут в трешке и однушка это фу там так скажем место мало развернуться но называется надо не путать туризм с миграцией да вот в эту квартиру не менее сами собирайте жить а собираетесь определенному сегменту сдавать вот и таком среднем варианте это квартир квартира может вполне быть гораздо более выгодным для аренд для сдачи в аренду чем ваша текущая квартира потому что скажем например трешки это может быть вполне не ликвид вот встречал обратную ситуацию когда люди просто обожают свой район ой мой район какая прелесть мой район вот а мой дом это просто прелесть несмотря на то что там хрущевка какая-то да там но там они сделали евро ремонт барокко там в квартире вот и соответственно они считают что их квартиры и дом это все замечательно не видят те преимущества которые в принципе не видят другие наниматели поскольку это не их квартир да вот соответственно второй вариант при покупке квартиры старайтесь абстрагироваться от того нравится или не нравится вам ремонт в квартире почему часто бывает такая ситуация заходишь квартиру она убитая просто бусмерть я одну так квартиру покупала ее неудачно сдали в аренду пока оформлялась наследство вот и соответственно она была ну просто убитая вообще и стоила назначить на довольно дешевле рынка да вот и и от нее отворачиваться ну потому что там вот просто заносить бульдозер и ее заново ремонтировать но при этом если посчитать сколько затраты будут на бюджетники ремонт то дельта которая которая на которой ниже эта квартира чем другие квартиры аналогичные вполне покрывает весь ремонт и ваше беспокойство по поводу ремонта при этом а люди часто склонны собственники до склонны преувеличивать значение своего ремонта ну потому что они его сделали они вложили душу там в этот ремонт на свою фантазию там сделали да они считают что их ремонт это что-то вах-вах-вах да вот вложил эксклюзивные материалы туда вложили теперь хотят все это заложить стоимость квартиры принципе ремонт практически ничего не стоит при покупке квартиры за исключением того что скорее всего эта квартира но чисто психологически быстрее купится чем квартиру убитая вот теперь обращайте внимание что если эксперты риэлторы хозяев квартир обещают вам до высокую доходность даже если они например вам приводят жилого живого нанимателя которые по каким-то причинам снимает выше рынка и он бьет себя пяткой в грудь и говорит что будет дальше снимать выше рынка всю жизнь вот помните что во первых не исключен вариант сговора просто прямом виде второй вариант если это не сговор на завтра у нанимателя ситуация поменялась вот и соответственно вы выйдете на рынок поэтому посмотрите сколько этот вариант стоит по рынку особенно рекомендую осторожно относиться над так называемым рискованным вариантом когда вам продают квартиру под переделку вне жилье или под перепланировку под студии или еще что-то да то есть к этому варианту я рекомендую с большой осторожностью относиться дальше вас вы должны насторожиться если квартиру просто очень 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 активно рекламируют как правило чем значит так скажем качество рекламы она прям так скажем количество рекламы но обратно пропорционально ликвидности квартир вот но есть соответственно покупку знакомых неудобно отказать часто встречал такую ситуацию что вот у знакомых готовы купить кажется что вот понятно чистая квартира чистые документы можно сэкономить на риэлторе но знакомые больно или невольно стремятся по повышенной цене по знакомству продать вот поэтому постарайтесь от таких вот субъективных впечатлений уйти при покупке квартиры ну и соответственно что новостройка или новая москва если мы говорим да сейчас условно говоря на старую москву не хватает или видят перспективы большие в новой москве подмосковье там очень много предложений от застройщиков и дальше имейте ввиду чтобы нам в новой москве подмосковье предложение значительно превышает спрос вот если говорить среднем то плохая транспортная доступность поэтому объект надо очень тщательно выбирать опять же при покупке новостройки сейчас в текущей экономической ситуации большой риск долгостроя и что ваши деньги надолго там будут заморожены и вы никому вот это не продадите соответственно а если продадите то с очень большим дисконтом вот а после ввода в эксплуатацию имейте ввиду что 50 процентов это будет инвестиционной недвижимость которые практически одновременно выйдет на рынок они будут демпинговать и плюс еще встречал такую ошибку людей до что купили что называется на все на ремонт денег нет сидим то ли кредит берем под 20 процентов до чтобы ремонт сделать потому что в голом бетоне как-то никто жить не хочет вот то ли копим на ремонт и в это время ваша квартира столь долгожданная простая поэтому основной девиз новой москвы и подмосковье надо очень тщательно выбирать потому что там наткнуться на неликвид в разы больше возможности чем в старой москве просто за счет того что очень много предложений и плюс гораздо меньше порог входа поэтому гораздо больше желающих туда войти теперь если говорить про апартаменты если мы говорим про строящиеся апартаменты то риски все те же самые что и с новостройкой то есть могут не достроить большое количество предложений после ввода в эксплуатацию прочее вложение в ремонт но апартаменты как правило дешевле на входе чем квартира но при сравнимой площади но по апартаментам имейте ввиду что там будут высокие налоги и они с тенденцией к повышению поскольку это не жилое помещение плюс потенциально высокие коммунальные платежи если мы говорим про например жилую недвижимость то обязательные коммунальные платежи вот там москве там 23 рубля за метр сейчас 25 рублей за метр за обслуживание они регламентированы законодательством по нежилому такой регламентации нет поэтому вам управляющая компания чисто теоретически может любую стоимость выставить вот а поменять там управляющий компании не так просто вот поэтому имейте это в виду поэтому если вы решитесь покупать апартаменты у у застройщика в принципе бесполезно спрашивает сколько он него коммуналка будет потому что они как правило любят эту стоимость занижать вот потом авось разберетесь там а поспрашивайтесь каким-то образом узнаете сколько коммуналку уже у апартаментов данного застройщика у уже сданных чтобы вам хотя бы хоть какой-то примерный ориентир по доходности дать потому что коммуналка может быть и 10 тысяч к примеру да если вы будете сдавать за там не знаю 40 до минус 10 коммуналкам вас останется 30 ну то есть это вам гораздо будет больше чем в квартире вот и соответственно будьте особо осторожно с рискованными проектами что я имею ввиду под рискованными проектами это как раз разделение на студии сдача по комнатным когда вы даете свою квартиру в посуточное управление вот либо когда вы покупаете квартиру под какой-то будущий объект к примеру у нас очень любят рекламировать квартиры пять минут от метро как правило это будет от строящегося метро в 2030 году вот и а если посмотреть трассировку метро то у трассировку там уже давно перенесли вообще в другое место но все еще рекламируется пять минут от метро вот причем уже часть стоимость уже этого будущего метро уже заложили в цену вот поэтому с этим очень всем внимательно надо относиться сейчас очень много всяких вариантов когда говорят с разделением на студии там все вот это активно рекламируется что можно там нереально доходность доходные дома и все прочее 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 люди которые вам это рекламируют они хорошо в общем-то зарабатывают на том что они вам это продали так скажем эту идею вот а что вы потом с этим будете делать вообще сможете ли вы это стать в принципе сможете ли вы сдать за эту цену это вот в общем очень большой вопрос поэтому мой моя рекомендация для людей которые никогда не занимались арендой если вы думаете начать заниматься арендой то для первого варианта не входите в такие рискованные проекты покупайте что-то ну понятно и скажем так вот теперь по вопросам пройдемся почему вашего друга в техасе датчик дома не получилось радужным а ну и плюс нанимать америки решить удаленно приходится там штаты летать это извините 2000 долларов на билеты просто по тупому да там за счет этого то что не удается решать решать удаленно там простой его домик ну то есть вот такие вот варианты вот в общем он несчастлив но с другой стороны у него когда-нибудь будет домик в у него американское гражданство поэтому вот такое ощущение что инвестиционных квартир новостроек сейчас очень много можно считать их отложенным спросом могут ли они при улучшении экономики хлынуть и затопить рынок но смотрите инвестиционных квартир новостроек действительно много я бы сказала что там очень много откровенного неликвида вот тут посыл такой как я уже говорила конкретно выбирайте оценивайте что вы выбираете вот нельзя сказать что любая новостройка это удачная инвестиция как вы думаете столь издавать квартир за нормальную цену людям которые могут сдавать ее ее сутки час но смотрите я к посуточной аренде отношусь ну так скажем с настороженностью да потому что опять же надо смотреть где у вас квартира находится под какой контингент это будет посудка если это там и не знаю под хостел под иностранцев это один вариант если это там под командировочных и не знаю там водители дальнобойщиков или людей которые там на рынке торгуют это другой совершенно вариант и износ квартиры будет существенный да как бы за в принципе за хорошие квартиры которых по сутку сдается за ней как правило хорошо он следят вот но все равно в конечном итоге если ее убьют ваша управляющая компания пойдет спокойно себе искать другую квартиру а вы с ремонтом окажетесь вы спекулируете на движемся только аренда только арендам первый этаж для кого это подходит или явно не подходит но в принципе плюс минус всем подходит а там людям пожилым это подходит под офисы но так в кавычках назовем те кто там кому не требуется отдельный вход а просто там не знаю кабинет психолога там который вполне можно сделать заход под но через подъезд там еще какие-то там конституционные услуги но именно где там опять же какие-то не шел мимо на улице увидел о психолог да а именно когда уже человеку просто на какой-то нейтральной территории на специалисту надо встретиться даете ли вы квартиру курящий насколько наличие балкона повышает ценность повышает ценность квартиры по сравнению с аналогичным без балкона я курящим не сдаю опять же потому что могут прокурить квартиру и потом я не курящим эту квартиру не сдам вот либо мне это все надо выветривать и прочим меня в договоре прописано что курение в квартире запрещено если говорить про балкон то тут если это однушку то сильно повышает ценность потому что квартира маленькая людям нужно место где хранить там свои вещи особенно если балкон застеклен вот если там квартира ну многокомнатная то в принципе балкон может быть не всегда преимущество недостатки создавать через эту какие особенности возникают ну какие особенности введения отчетности возникают там оплата налога обязательные платежи вы должны платить независимо от того сдалась ли ваша квартира или не сдалась плюс сыпать такая ситуация что если вы потом продавать пути квартиру то есть позиция такая налоговая что она нельзя пользоваться налоговым вычетом вы должны разницу между ценой покупки и ценой продажи с нее заплатить налог вот то есть если вам квартира к примеру по наследству досталось или вы ее купили ну в кавычках за миллион ей были популярны одно время такие сделки когда чтобы уйти от налогов покупали показывают только миллионы в договоре то в общем вас есть большой шанс попасть на налоги как в одной задачи квартир по сути но я в общем ответил на этот вопрос если если эти этим уже надо заниматься если вы собираетесь этим заниматься фуллтайм то есть постоянно практически рабочее время и там риски во первых очень велики во вторых очень важно место на это по сути гостиничный бизнес если говорить про посудку плюс сразу думаете кто будет убирать вашу квартиру кто будет ремонтировать кто будет если что выселять проблемных нанимателей и прочее 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 вот если все это делать будете вы это один разговор если вы на все это будете нанимать кого-то одну в частности на уборку да то тогда посчитайте сколько у вас доходность останется давайте организуем отдельного бинар ошибка сдачи квартир в сша как-нибудь другой раз если вы квартиру через ип то потом не получите налоговой 4 продажи даже если на собственность более 5 лет да я именно про это имела ввиду как ватин сколько выставлять квартиру и как стран с конкурентом как в оцените во сколько выставлять но я смотрю что по рынку в данном районе данном классе квартир плюс-минус несколько станций метро ну там допустим одна станция метро вот но зависит от района и ну смотрю что у конкурентов и дальше выставляю такой цене советую со своим риэлтором что она мне скажет может я чего-то не вижу вас есть ли другие виды инвестиции только не бишь если нет то почему выбрать доходность они депозиты блязы нет у меня есть другие финансовые инструменты помимо недвижимости но это скажем так у меня диверсифицированный портфель у меня есть и акции и облигации есть недвижимость как в одной задачи через сайт ну честно я не сдаю к сдаче и там по моему идея этого сайта в том чтобы все-таки больше там каким-то опытом там поширится еще что-то чем прибыли да как там такой же как сервис попутчик там да какие-то деньги на бензин получить чем чем собственно прибыль не так кажется но я через него не сдавала честно скажу делать ли в обсе имущество квартире востоянии может быть фотофиксация да я делаю имущество плюс у меня есть фотографии квартир сколько вы занимаетесь недвижимостью с 2007 года жильцы захотели провести интернет на для формате на себя очередная возможность попасть на долг у меня жильцы ни один жилец попросил интернет провайдера какого-то там которого не было в квартире вот он оформил на себя что такое апартамент апартаменты это недвижимость которая не получила статус жилой недвижимости нежилая которая предназначена но условно для временного проживания чем риск по вашему сдачи по комнатно риск сдачи по комнатно первое ну опять же кавычках назовем качество того кто у вас будет снимать потому что это ну как правило не очень платежеспособный контингент в среднем дать те люди которые могут себе позволить купить снять квартиру не будут снимать квартиру второй вариант что это все вариант проходной да то есть если вас снимает например ну три девочки там три мальчика там не знаю до квартиру ну трешку к примеру да вот то у вас они могут меняться могут там вам постоянно придется искать новых арендаторов ну в три раза чаще чем если в квартиру сдавать но при этом потенциально может быть выше доходность плюс если мы говорим по комнатно по комнатной квартиры ну больше чем одна комната понятно да то есть риск попасть на так называемую напихайку больше ну риск вот который когда после напихайки и есть шансы что квартиру будет в усмерть чем без долгостроева если договор году ну чем риск долгостроя ну а в чем риск ну то есть долго договор долевого участия и долгострой они не взаимоисключающие то есть если за застройщик вам задерживает сроки строительства вы конечно теоретически можете с него получить компенсацию я в принципе как-то получала застройщика компенсацию за задержку строков строительства даже в досудебном порядке но это в общем то время да вот еще застройщик должен не обанкротиться к тому моменту вот поэтому вот не получается что с доходностью 35 инвестиции недвижим для цели сдачи лучше отказать ну в общем да оль о чем я тебе и говорила так у вас договора по всем точкам типовые следа там где можно посмотреть или нету чем отличие по всем типовые ну понятно что там прописываются какие-то там отдельные может быть условия там в зависимости от какого-то там нанимателя вот ну прописываются понятно кому я сдаю опись имущества понятно везде разные вот но так вот вот вы говорите по договору курить запрещено что подписать и напевать как бы развивался при запретной курить квартира казалось прокуренный ну развивалась по плохой ситуации для нанимателя поэтому но у меня принципе за разговор с человеком вполне можно выяснить курит он или нет вот если у вас снимает спортсмен квартиру вот как правило у меня сейчас такая тенденция что люди в общем там многие за здоровый образ жизни особенно офисные сотрудники и поэтому не курит а если смысл сдачи в аренду если депозиты по 12 ну собственно смысл в том что вы ее купили не как вы сейчас продадите да сейчас вы можете продать пониже вот но тут опять же надо от объекта смотреть вот ну и не такая такое доверие банковской системе чтобы туда вложить стоимость московской квартиры так расскажите про аренды курортах сочи и корму к ситуации на рынке особенности я про сочи и крым ничего сказать не могу выгоднее сдавать однушки или двушки трешки ну в среднем да так сложно сказать просто на все объекты в среднем выгоднее сдавать однушку чем двушку трешку если мы говорим про сдачу в аренду целой квартиры они по комнатным как правило ну соотношение трех стоимость аренды трешки к цене трешки не меньше чем стоимость и однушки к однушке учат лучше покупать на вторичке новостройки меньше конкурентов ну с другой стороны на в новостройке цены ниже поэтому тут везде надо смотреть что вы покупаете плюс новостройки если вы ну плюс-минус уверены в кредитоспособности застройщика более прозрачная история этой квартиры да потому что на вторичном рынке много вариантов которые там ну до конца проверить нельзя чем плюс доходности с они учитывали включение стоимости самой квартиры но потому что я смотрю только арендный доход и как арендовать через риэлторов нет ресурсы риэлторы ищут арендатора вот дальше теперь ошибка номер четыре инвестиции в кредит часто встречал такую ситуацию есть у человека ну например там не знаю два миллиона рублей да на квартиру там не хватает думает куда бы куда бы деть эти деньги вот и ему советуют возьми кредит и купи квартиру в кредит вот идет он и берет кредит а это дополнительные сразу автоматически накладные расходы на оценку квартиры страховку квартиры все прочее которые связаны именно с тем что квартира берется в кредит дальше квартира оказывается заложена в банке поэтому если ему вдруг придется и захочется ее продать или придется и продать то она будет гораздо более менее привлекательно чем свободная квартира вот поэтому купит ее при прочих равных только с пониженной стоимостью плюс это должен как правило быть покупатель со свободными деньгами либо покупатель который готов взять кредит именно в данном банке вот и куча всяких других сложностей когда люди просто говорят кредитную не хочу они не понимают там каких-то там не знаю особенностей того что что такое заложено в банке как будет сниматься обременение прочее 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 просто как кредитную не хочу теперь другой сложности при сдаче в аренду ну к примеру некоторые банки прямо в договорах прописывают что нельзя сдавать в аренду другие банки прописывают что можно сдавать в аренду только с согласия банком поэтому вам придется ждать там когда вам банк это согласие даст это будет там на очередном каком-то кредитном комитете вариант такой опять же если почитать кредитный договор можно конечно банку не говорить что вы сдаете квартиру в аренду но если банк каким-то образом об этом узнает например обижены наниматели а об этом ему расскажут а у них очень большая возможность узнать про это поскольку если вы показываете свидетельство собственно там написано что квартира с обременением вот но там делила техники уже может быть выяснить какой-то банк то если особо вредные вам попадутся то в кредитном договоре часто бывает такое что неисполнение условий договора может привести к тому что банк потребует досрочно выплатить весь кредит ну к примеру да вот такая гипотетическая ситуация но в общем то в договоре она прописывается плюс если квартиру вас кредит на сложности при перепланировке опять же если по-хорошему вы должны банка спрашивать разрешение на перепланировку у меня была свою первую кредитную квартиру я квартиру я купила в ипотеку вот там была перепланировка которая подлежала а согласование но не была согласована банк не дал полгода на то чтобы если договоре было прописано что полгода чтобы я согласовал долгую перепланировку либо 9 месяцев чтобы я вернула все как было когда же я пришла в можел инспекцию чтобы не согласовали данную перепланировку они увидели что квартира в залоге банки говорят приноси нам разрешение от банка я говорю ну смотрите у меня кредитный договор там договоре написано что банк обязует меня согласовать данную перепланировку они мне говорят нет все равно приноси разрешение от банка иду я в банк и говорю дайте мне разрешение что вы мне согласовывать эту перепланировку они говорят кредитный комитет на На ближайшем кредитном комитете, который будет через месяц, мы рассмотрим ваше заявление. Я говорю, ну как же вы будете его рассматривать на кредитном комитете, если вы меня в договоре обязали согласовать данную перепланировку? Они говорят, ну вот кредитный комитет. Ну, собственно, вот такие варианты могут быть с кредитной квартирой. Это стоит учитывать. Помимо того, что переплата, огромная переплата, и смотри, пункт 2. Ну и вот пример привела расчета инвестиций в кредит на конкретных цифрах опять. Допустим, у вас есть 20% первоначального взноса, вы покупаете квартиру за те же пресловутые 5 миллионов. 1,2 миллиона первоначальный взнос и накладные расходы, 500 тысяч в ремонт. Далее все по списку то-ту-ту, но имейте в виду, что страховка у вас в данном случае будет обязательным развлечением. Итого, вы имеете в течение 15 лет на те, которые вы берете кредит под 12%, поток минус 390 тысяч. Говорить о какой-то там доходности в принципе не имеет смысла на ближайшие 15 лет. Если все по единальному сценарию берем, взяли за миллион, нашли сами, никаких риелторов не привлекали, сдавали по максимуму за 30 тысяч, соответственно, коммунальные платежи, все такое там, да, простой, простоев нет, тут я не исправила, да, вот, то исходящий поток у вас 258 тысяч на ближайшие 15 лет. Плюс, как описаны выше, сложности с продажей, с перепланировкой, с сдачей в аренду. Вот, собственно, вот. Сколько вы платите риелтору найти арендатора обслуживать квартиру? Я нисколько не плачу, потому что по сложившейся сейчас практике на московском рынке квартира эконом-варианта, риелтор, который работает от собственника, его комиссию оплачивает наниматель. Квартиру я обслуживаю сама. Нужно ли согласие банка при сдаче ипотечной квартиры? Это надо смотреть в вашем кредитном договоре, да, соответственно, в большинстве случаев нужен, потому что понятно, что если вы сдаете квартиру в аренду, банк видит дополнительные риски. Если можно чуть детальнее о страхуемых рисках. Чуть детальнее о страхуемых рисках я страхую риск гражданской ответственности. Сумму я рассчитываю, исходя из того, на каком этаже у меня квартира, сколько этажей потенциально я могу затопить. Дальше я страхую конструктивно стоимость квартиры. У меня там одна, например, газовая квартира. Ситуация маловероятная, но с другой стороны, если я ее потеряю, я расстроюсь, эту квартиру. И если у меня не очень ремонт, то я его не страхую практически. Если у меня там ремонт приличный, то я его страхую. Дальше от стоимости. Чем закончилась история с перепланировкой? История с перепланировкой закончилась тем, что мне через месяц банк радостно выдал разрешение на то, что я могу сделать перепланировку. Но мне лень было ждать месяц. Я пошла в МОЗЖИЛ-инспекцию к другому инспектору, показала ему кредитный договор и сказала, что смотрите, меня же банк обязал эту перепланировку согласовать, значит он уже дал согласие. Тот инспектор был более сговорчивый и соответственно мы я перепланировку согласовала, не дожидаясь согласия от банка повторного. Так, теперь мы поговорим ошибка номер пять с риэлтором или без. Стоит иметь в виду, что широко распространенный термин юридическая частота квартиры это не более чем маркетинговый термин, да. Потому что, если мы говорим про вторичный рынок, 90% квартир, которые есть на вторичном рынке, их историю до нуля проверить нельзя полностью. И, ну, 90% это моя личная оценка, да, там, это меньше-больше, но вы должны иметь в виду, что много квартир на рынке, историю которых полностью нельзя проверить. То есть нельзя, например, если наследство от мужчины со стопроцентной уверенностью утверждать, что у него не было никаких детей на стороне, да, которые не заявятся, как ущемленные наследники, которые не знали о том, что их папа умер. Нельзя, если у человека не стоит штамп в паспорте, утверждать, что он не женат, и его вторая половина не придет и не скажет, что без ее согласия продали квартиру и прочее, 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 да. Сделки с несовершеннолетними, что тот, у кого вы покупаете квартиру, не окажется недееспособным и все прочее. Люди, которые занимаются, так скажем, мошенничеством на рынке недвижимости делают, это плюс-минус профессионально, да. Таких лобовых вариантов, ну, довольно мало. Вот, поэтому, что можно сделать? Можно только снизить риски. Как можно снизить риски? Это опытный риэлтор, через которого прошло миллион квартир, и он уже видел в своей жизни все. И, в принципе, попы чувствуют уже, где рискованный вариант. Плюс сделал всевозможные проверки. Вот, может неформально позвонить какому-то там нотариусу, например, к примеру, если там наследство какое-то было, узнать что-то еще. Может там какие-нибудь психоневродиспансеры позвонить, узнать, если человек не стоял или на учете, там, да, где-то что-то, как-то, да, там еще что-то. Вот. Второй вариант – разобраться самому. В принципе, реально, но вы должны потратить на это, ну, некоторое время, скажем так. Вот. И вариант третий, ну, или комбинация всех этих вариантов – это страхование титула. Даже если вы квартиру покупаете неипотечную, то можно застраховать титул, а именно риск перехода права собственности, что найдутся какие-то ущемленные стороны, и вы квартиру потеряете, право на данную квартиру, из-за каких-то предыдущих сделок с этой квартирой. Вот. И чем больше вы процедур проделали, тем больше вы впоследствии для суда, больше документов запросили, больше проверок сделали, можете подтвердить, что вы добросовестный покупатель. Вот. Ну, конечно, с этим лучше не сталкиваться. Теперь. Как с этим бороться? Стоит потратить значительное время на поиск нормального риэлтора или специализирующегося юриста. В данном случае я подчеркиваю слово специализирующегося, а не просто какого-то юриста. Просто какой-то юрист, он знает чуть больше вашего про то, что бывает на рынках недвижимости. Особенно, если это какой-то корпоративный юрист, сидящий в какой-нибудь крупной компании, который всю жизнь смотрел договоры на поставку, я не знаю, там, запчастей. Вот. После того, как вы этого чуда риэлтора нашли, надо оценить его загруженность и квалификацию. Потому что даже суперриэлтор, если у него в подборе 20 квартир, скорее всего, не сможет вам уделять должное время, а перепорочит вас какому-нибудь стажеру. Ну. Вот. Ну и, соответственно, всегда во всех вопросах таких важных надо разбираться самому и контролировать, проверять. Опыт подсказывает, что даже суперриэлтор, как у всех врачей бывают неудачные варианты, так и у всех риэлторов могут быть неудачные варианты, когда клиенты теряют деньги или имеют какие-то большие проблемы. Вот. Поэтому в таком, когда мы говорим о таких огромных деньгах, да, то стоит в этом вопросе разобраться самому. Ну, тут как со своим здоровьем, да. Не доверяй врачу, обойди трех. Трех. И почитай в интернете. Вот. Теперь что еще? Можно застраховать титул. Но титул застраховать не абы где. От нормальной компании. Далеко, в принципе, выбор не так пилит. Не все далеко компании страхуют титул не в рамках комплексного страхования ипотечного. Вот. И невнимательно читать правила страхования, потому что там может обнаружиться чудное, да. То есть, и были такие случаи, когда люди теряли право собственности на квартиру. Квартира была застрахована, титул был застрахован. Но страховая, ссылаясь на правила страхования, которые там у них прописаны, не выплачивала им компенсацию. Вот. И, соответственно, вот сейчас, помните, сейчас рынок покупателя и вообще спешка нужна при ловле блох. Не спешите с покупкой. Выделите достаточное время. Подумайте со всех сторон. Узнайте то, сё, пятое, десятое. Оцените цену. Оцените другие предложения на рынке. Какие документы, что вам риэлтор говорит, сколько вам вложится в ремонт. Всё, 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 всё. И только после этого покупайте. Даже если вот вы зашли, вам квартира ВАХ понравилась, беру. Ну, соответственно, вот. Так. Что такое страхование титула? Я ответила. При расчёте доходности вы умышленно не учитываете рост недвижимости, перспектив в среднем 5-6% в год. Я не умышленно не учитываю. Я бы сказала, что нет среднего роста недвижимости, роста цен на недвижимость. Есть рост на отдельные объекты. Отдельные объекты могут даже и падать в цене. Поэтому усреднённо это посчитать невозможно. Как рассчитывать страхование титула? Рассчитывать страхование титула? Ну, никак я не рассчитываю. Это страховая рассчитывает. Страховая закидываете документы, она вам скажет, за сколько она готова застраховать. А если в России по факту работающие страхование титула были же громкие истории, когда страховая отказывала в выплате? Да, я про это говорила, что громкие истории были, поэтому внимательно читайте правила страхования, плюс страхуйтесь в крупной компании, с которой, если что, есть возможность что-то поиметь, хотя бы по суду. Ну, за такую сумму можно пойти посудиться. Вот. Плюс тут дополнительный вариант такой, что когда вы закидываете в страховую документы на квартиру, если она вам выкатывает очень высокий тариф, то это значит, что страховая видит какие-то значительные риски в вашей квартире. Они не будут досконально проверять квартиру, но у них есть некий алгоритм, по которому если то, 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 то повышение, если это, то это и так далее. То есть, если вам значительный тариф к базовому дают, то это означает, что стоит задуматься о покупке данного объекта. Екатерина, сколько примерно вставляет страховой тариф имущество на гражданскую ответственность титул? Ну, смотрите, я вот, правда, на скидку не скажу. Ну, я могу вам сказать, что, к примеру, одну из своих квартир, я вот недавно перестраховывала, ну, в районе 30 тысяч мне страховка стоила, но там хорошая квартира с хорошим ремонтом. После громких сторон делала она у всех такие договори, если мы в любом случае по титулу не платим. Поэтому вопрос, что за последним, каких конкретных можно страховать? Конкретные я вам не скажу. Ну, то есть я вот, правда, не буду рекомендовать, не называть какие-то компании, просто ищите. Не у всех конкретно такие условия. Были громкие тела по одной конкретно страховой компании. Вот. На данный момент, по крайней мере, ее банки, причем там было дело по комплексному ипотечному страхованию, по комплексному ипотечному в разы больше страховых компаний готовы застраховать, да? Вот. И там, на самом деле, особые условия. Там по комплексному ипотечному, если посмотреть даже страхование жизни, там надо просто умудриться, чтобы умереть, чтобы попасть под такие условия страхования. Там очень много оговорок. Вот. Ну, по конкретно тому договору, который я, например, видела по страхованию жизни. Он очень сильно, например, отличается от обычного страхования жизни. Если вы просто пойдете в какую-то страховую компанию, ну, я, в принципе, определенно подразумеваю условия, которые я знаю, да? И застрахуетесь. Поэтому, в общем, смотрите, читайте, страхуйтесь в крупный. Я бы так сформулировала минимум, страхуйтесь в крупный. Потому что мелкая, даже с хорошими условиями страхования, может не дожить до того момента, когда вам ваш страховой случай придется выплачивать. Так. Теперь ошибка номер 6, которую я, опять же, встречала. Ошибка с ремонтом. Тут две крайности. Первая крайность – сделать роскошный ремонт, хрущевки. Вот. Это совершенно не нужно, эти условия не отобьются. Особенно, если дизайнерский какой-нибудь ремонт замутить. Все прочее. Вот. Лучше вообще избегать для стандартных квартир, если мы говорим про стандартные квартиры, какие-то там дизайнерские изыски. Оставьте их для своей квартиры. Там можете делать, ну, как бы, все по своему вкусу. Тут лучше гостиничный вариант рассматривать. Второй вариант, который я видела, это когда либо стараются сдать вообще без ремонта, либо, ну, условно говоря, в сдаче из гаража или откуда-то натаскивают хлам гарнитуры, там, не знаю, каких годов для сдачи. Вот. Тут, собственно, посыл такой. В таком ужасном раскладе у вас либо готовы будут взять уж совсем люди, которые ничего больше не могут сдать, ну, и, соответственно, снять ниже рынка, да. Вот. Либо там под ремонт, но под ремонт вы несете как собственник большие риски. Чем этот ремонт закончится для вас? Вот. Поэтому рекомендуется квартиру все-таки в какой-то божеский вид привести с минимальными затратами. И лучше без мебели, чем с хламом. Вот такой девиз. Вот. Теперь дизайнерский ремонт не окупится. Это второй посыл. В средней квартире, в средней такой, среднестатистической, не надо делать дизайнерский ремонт. Ну, если, конечно, дизайнер не ваш друг и не делает его вам по велению сердца, что называется, с подбором достаточно дешевых материалов. Вот. Ну, вот пример оптимального вложения в ремонт. Квартира до, после. Найдите, называется 20 отличий. На первом варианте мы видим квартиру без кухонного гарнитура, на втором варианте с кухонным гарнитуром из Икеи. Вложение в ремонт 6 тысяч рублей. Повесить квартиру своими силами. Вот. Данное перепланирование, так скажем, улучшение привело к повышению арендной платы на 2 тысячи при пересдаче. То есть окупается за 3 месяца. Вот. Плюс привлекло дополнительно более интересных нанимателей. Потому что наниматели со своей кухней не ездят, да. Вот. А всем, ну, хоть минимальное количество шкафчиков на кухне хочется иметь. Где хранить там минимальную посуду. Вот пример, как можно задешево вложиться и несколько улучшить показатели. Но при этом, например, если мы говорим, опять же, про ту же квартиру, которая стоит 5 миллионов, которую вы сдаете за 200 тысяч, вернее, за 28 тысяч, а вкладываете вы в ремонт, например, 200 тысяч, да, то он окупится у вас через 100 месяцев, то есть 8,5 лет. Вот. Поэтому, прежде чем замутить какой-то ремонт, считайте. Второй вариант. Дорогой ремонт, как правило, не окупается, но он потенциально увеличивает скорость сдачи квартиры и качество нанимателей. Очень часто риэлторы некие, не особо, так скажем, которые хотят побыстрее вашу квартиру сдать, убеждают вас, что надо сделать, надо, надо сделать ремонт, потому что им легче сдать квартиру. Вот. Вашу с ремонтом. Но вы всегда должны считать, в первую очередь, собственную выгоду. Но, с другой стороны, тут палка двух концов. В убитой совершенно в хлам квартире тоже мало кто хочет жить. И с годами качество жизни повышается, да, все меньше людей, которые готовы жить в убитых лам, в хлам квартире, за это платить. Теперь. Всегда думайте про оптимальный ремонт и обстановку. Помните, какого класса у вас квартира. Вот. Вы это, ну, там, совсем эконом-эконом, либо это модный нынче комфорт-класс, либо еще что-то. Теперь. Помните, что оптимальный не означает самое дешевое, потому что самое дешевое, оно может смотреться тоже очень дешево, раз. Плюс, если мы говорим, например, про сантехнику, она очень быстро может выйти из строя. Параллельно залить соседей в вашу квартиру и обойдется вам гораздо большими потерями. Я не говорю, что надо ставить какой-то люксовый вариант, но смотрите, оптимальное соотношение цены-качества. Вот. Теперь смотрите, оценивайте стоимость ремонта, качество и строки ремонта. И все это, все это надо контролировать. Если вы даже супер проверенной бригаде отдадите на откуп, то велика вероятность, что они выйдут из сметы, сделают не вовремя и так себе качественно. И, соответственно, соблюсти надо баланс между ремонтом своими силами и обстановкой всем БУ, да, и ремонтом силами бригады, мы все новое. То есть, если что-то действительно можете, мастер на все руки, можете сделать сами, то делайте. Вот. Но если вы в электрике, сантехнике вообще ничего не понимаете, то лучше в это не влезать. Вот. Дороже выйдет. И последний такой момент. При всей кажущейся первоначальной привлекательности варианта ремонт силами нанимателей, этот вариант несет в себе для собственников высокие риски. Потому что наниматели, они, во-первых, могут под свой вкус сделать, они универсальны, да. Они могут остановиться в середине ремонта и съехать. И тут вы сталкиваетесь с такой ситуацией, что если до этого ваша квартира хоть как-то сдавалась, то если они там обдерут все стены до бетона, то вы ее уже никак не сдадите. Вам, хочешь не хочешь, придется вкладываться в квартиру. Вот. И таких вариантов я знаю миллион. Когда наниматели на середине останавливались и либо силами нанимателей делался ремонт кое-как, который приходилось отдирать потом до того же самого бетона. В результате экономии никакой не получалось. Вот. Теперь по вопросам. Просчитывали ли вы вариант? Так. Просчитывали ли вы вариант со своим партой, что под акции облигации, под прибыль, сильно поднимается налогом. Что тогда? Ну, я такой вариант не просчитывала. Когда будет у нас сильно поднимется налог на сдачу недвижимости, тогда я посчитаю. Но я на самом деле не думаю, что им больше пугают, чем реально есть. А что насчет ремонта самими жильцами за долю ренты? Ну, я вот про этот вариант проговорила, что он несет в себе значительные риски. Я могу привести пример. У меня есть знакомая девочка, она визажист. У нее муж фотограф. Вот. Они снимают квартиру в центре задешево и решили отремонтировать ее, ну, чтобы жить прилично. Вот. Но они ее очень креативно отремонтировали, поскольку они креативные люди, очень креативно там стены раскрасили и так далее. Я, честно говоря, сомневаюсь, что любой человек захочет в таких стенах жить. Вот. То есть, потом собственнику придется искать жильцов с такими же креативными взглядами. Вести что-то на 28, получается 8 и 3 месяца. Да, тут я ошиблась. Но, собственно, это как пример приведено. Вот. Олег окупает за счет разницы величины ренты. Тут надо смотреть, насколько вы реально ренту сможете поднять. Да. Потому что, если мы говорим, например, квартира с маленькой кухней, да, ну, так, в среднем ее не больше, чем за 30 тысяч можно сдать. А за 35 уже можно снять квартиру с большой кухни. То есть, не 6 метров кухни, а 8 метров кухни, 9 метров кухни, да. То, сколько бы вы в ремонт не вкладывались, 35 вы за свою квартиру не получите. Вот. Скорее всего, в среднем, опять же, я не говорю, какие-то варианты, выпадающие по рынку. Вот. Поэтому смотрите сами. Вы сами или ваш муж занимается сантехникой или откуда у них профзнания, приобрел или были сначала. Смотрите, я не занимаюсь сама сантехникой, электрикой. У меня есть знакомый электрик и знакомый сантехник. Вот. С которыми мы уже, в принципе, сработались. Вот. Что вместо обоев вы используете на стенах? Почему что вместо обоев? Вот. Я использую обои на стенах, обои под покраску. Вот. В среднем. Кто должен платить за ремонт бытовой техники в данной квартире? Вниматель или рентайд, как вы отражаете в договоре? В принципе, должен, зависит от того, по какой причине поломалась бытовая техника. Если ее вы использовали по назначению, то, и это естественный износ, да, то есть, ну, техника... Ну, к примеру, у меня был случай, когда сломался холодильник. Холодильнику на тот момент было там лет 20. Ну, 20 я привлечу, может быть, 15. Да, я не знаю, сколько его было. Вот. Ну, такой порядок цифр. То я, в принципе, ожидала, что этот холодильник помрет, поэтому я без проблем купила новый наниматель. Вот. Хотя там была вообще интересная история. Наниматель купил себе сам холодильник, ничего мне не сказав, что он сломался. В очередной визит в квартиру я застала два холодильника. Вот спросила, а что второй стоит? Они сказали, ой, а тут сломался, мы купили новый. Но я в данном случае нанимателю вернула деньги. Потому что, в принципе, при столь долгой сроке службы холодильника, я понимала, что, в общем-то, это не вина нанимателя, что он умер. Насколько в этом году упала стоимость аренда по сравнению с 2015 годом? Смотрите, я не могу сказать за весь рынок. Опять же, мое ощущение, вот лично субъективное, что сильно преувеличено вот это, а, 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 квартиры скоро за коммуналку будут сдаваться, вот, а еще чуть-чуть подождать, и скоро квартиры будут, наниматели будут приплачивать, нанимодатели будут приплачивать за то, чтобы кто-то жил в их квартире. Вот. Я могу сказать по своим конкретным объектам, у меня ни в одном объекте не упала стоимость сдачи. Вот. И она у меня вообще не упала за последнее время нисколько. Вот. Хотя, со всех сторон риэлторы кричат, что, ой, все там сдается плохо, там наниматели приходят, говорят, ты, вашу квартиру можно там за 20 тысяч снять, там, а вы ее сдаете за 30. Ну, я всегда в этой ситуации, мой риэлтор всегда в этой ситуации всех призывает не тратить мое их время и, собственно, идти снимать там, где ее можно снять за 20. У нас, так, из вашего опыта, сколько раз квартиру ждет, сколько раз приходилось использовать страховое с возмещением? Не приходилось. Сколько в среднем живет один квартиросъемщик? В среднем где-то около года, год-полтора живет один квартиросъемщик. Если вы сдаете по рынку, ну, на данном, в ремонт смеситель, который справ... а ремонт смесительный таза, которые исправно работали. Ну, в принципе, если они исправно работали, то, по идее, должен оплатить наниматель, как порча имущества. Это можно взять и удержать, так скажем, принудительно из депозита. Именно поэтому я никогда депозит не использую для... как... последний месяц оплаты. Я всегда его оставляю, чтобы я имела возможность проверить квартиру в каком состоянии не сдается, покрыть какие-то коммунальные платежи, вот этот остаточек, который есть, ну и, собственно, удержать это с депозитом. Ну и вообще, люди... Этим вы страхуетесь от того, что вам не кинут в лучшем случае ключи в почтовый ящик со словами... С СМС-кой мы съехали, до свидания. Вот. Как часто ходят в квартиру? Раз в месяц. Как индексировать аренду? Допустим, реальная инфляция 2. Да, как вы индексируете, когда на основании каких-то данных. Не индексируете стоимость аренды по отношению к инфляции. Смотрите, у меня так получается, что я пересдаю ее в среднем раз в год. Вот. И на тот момент я смотрю больше, что по рынку, а не что у нас от инфляции. Вот. Сколько сейчас аналогичное предложение по рынку, я могу сколько угодно стремиться ее индексировать в соответствии с инфляцией, да, реальной, вот, или нереальной, там, да, какой-то моя ценочная инфляция. Но если все остальные сдают ее по старой цене, то я не смогу ее сдать плюс 20%. Вот. Поэтому я смотрю по рынку. Не упала в какой валюте. Ну, естественно, я все смотрю в рублях, поскольку в рублевой зоне живу. Я вообще не очень понимаю вот этот вариант, что смотреть в долларах, да. У вас что, там, остальная, там, допустим, зарплата в долларах. Вот. Как сдавать семье с ребенком, несет ли это дополнительные риски? Я смотрю, если сдавать. Я, честно, сама не сдаю семьям с детьми такого, скажем так, дошкольного возраста. Потому что это несет какие-то дополнительные риски. Убьют ремонт в усмерть в вашей квартире. Раз. Платежспособность семьи под вопросом, если мама не работает. И, там, если два человека, там, один работает, другой не работает, это один вариант. Если мама не работает и не имеет возможности выйти на работу, понятно, потому что у нее ребенок. Плюс у семьи дополнительные, скажем так, риски, вернее, плюс расходы на ребенка обязательные. Поэтому, опять же, считайте, что свободный доход у семьи меньше. Но, с другой стороны, семья с ребенком, как правило, имеет привязку к школе, к детскому садику. Поэтому есть вероятность, что она дольше проживет. Вот. Но для меня риски больше. Но, опять же, у меня квартиры такие, которые подходят под молодых и бездетных. Трешку сложно, наверное, молодым бездетным сдать. Сколько в среднем простое? Ну, как я говорила, у меня простоев практически нет. То есть, я сдаю, еще предыдущие наниматели у меня не выехали, у меня уже заключается договор с новыми нанимателями. Если у вас реальный образ ситуации, в какой механизм решен коллега? Так. Если у вас реальный опыт разрешения конфликтных ситуаций с нанимателем, какие механизмы разрешения конфликта приходилось применять? Ну, у меня был один опыт сильного конфликта, когда наниматели не предупредили меня и выехали с квартиры, а в том, что они выехали, я узнала от соседей, а у меня в договоре прописано, что наниматель меня обязан предупредить за месяц о том, что он выезжает, либо, собственно, я имею право удержать полностью депозит. Вот. Наниматели с меня просили обратно депозит. Вот. Ну, апеллирую к тому, что они кому-то там что-то говорили, что они съедут, может быть, наверное, когда-нибудь. Вот. Ну, собственно, депозит я им не вернул. Они обещали подать на меня в суд, написать во все возможные места. Я им сказала, что обязательно пишите. Увидимся с вами в суде. Вот. Ну, в общем-то, и все. Я пришла и поменял замок. Ну, не сама. Специальную службу вызывала. Сколько раз за последний год вы поднимали плату за наим, а сколько процентов каждый раз? Ну, смотрите, поднимала. Так вот, сказать сколько раз не могу сказать. за последнее время, там, допустим, с 2014 года я не поднимала плату. Что лучше для прибыли? Три однушки или две двушки? Ну, смотрите, тут надо садиться считать. Так вот, с потолка не скажешь. Вы передаете по инициативе сами или арендодателя. я пересдаю по инициативе арендодателя. Ну, то есть, если арендодатель мне говорит, арендатор говорит мне, что он съезжает через месяц, там, то, там, условно говоря, две недели начинается реклама квартиры, за неделю начинаются показы до его предполагаемой даты съезда. Вот сейчас у меня один наниматель собирается съезжать, потому что он купил квартиру сам. Вот, соответственно, когда мы с ним согласуем дату съезду, начнется за две недели реклама квартиры, за неделю показы. Вот, по моему опыту, обычно, поскольку я, несмотря на то, что я пишу в договоре, что меня наниматель должен предупредить за месяц, и если он меня предупредил меньше, чем за месяц, то я могу удержать у него полностью депозит, ситуация следующая. Как правило, я иду навстречу нанимателям, и если они съезжают, ну, срочно, да, не за месяц, а так далее, я там двойную плату не беру со всех, да, как только я квартиру пересдала, за эту оставшуюся часть я им деньги возвращаю. Поэтому у меня всегда все наниматели готовы показывать мою квартиру в любое время дня и ночи и рассказать всем потенциально пришедшим, что они просто собственницы супер, что лучше меня они в жизни не видели, съезжают они исключительно по собственной инициативе. Но это действительно так, что все у меня съезжали по собственным причинам, по разным, вот, изменившимся состояниям рынка, бизнес прогорел, там, уезжают в другую страну, вот, квартиру покупают, там, с девушкой сошелся, уезжают на ее жилплощадь, прочие-прочие такие варианты, вот, поэтому, собственно, они всегда очень поддерживают скорейшее нахождение новых клиентов. где вы смотрите текущую стоимость подобных бед, чтобы оценить, за сколько сейчас давать цены, ну, наиболее непомоечный ресурс, поскольку там объявления платные, вот, размещают их риэлторы, плюс, есть возможность пожаловаться на риэлторы, если объекты не соответствуют действительности, то есть, цена там заявлена, или еще что-то, там, какие-то характеристики, поэтому там, в общем-то, более-менее непомоечная база, плюс там можно посмотреть, ушел объект, не ушел, то есть, ну, потенциально сдали, не сдали. Так, с одним, как часто пересматривать стоимость аренды, ну, с одним, у меня договор на 11 месяцев, соответственно, когда договор аренды подходит к концу, я смотрю на ситуацию на рынке, вот, и предлагаю какой-то вариант. Временную регистрацию, видимо, не делать. Временную регистрацию я как раз делаю, потому что, в принципе, в ней нет никаких проблем особых, да, за исключением того, что вы на окончании, после окончания срока договора не можете выписать, да, только по суду, либо он самостоятельно, но я делаю временную регистрацию не на весь срок действия договора на 11 месяцев, а на 3-4 месяца. Посмотрите, пожалуйста, интернет-ресурс для поиска квартиры съемщиков. Ой, ну, самый хороший ресурс ЦИАН, в принципе, да, вот, но там платное размещение, там 10 тысяч стоит аккаунт, ну, ну, Авито и все прочее. Авито наше все. Как организуйте просмотр квартиры следующим нанимателем, пока там живут предыдущие? Ну, просмотр организовывает мой риэлтор, вот, договариваются о времени, подходящем всем, как правило, все просмотры все равно вечером либо в выходные дни, соответственно, наниматели в присутствии обязательно текущих нанимателей, чтобы не было проблем с тем, что там, не знаю, кто-то там что-то сделал, там, украл, еще что-то, ну, и так далее, никаких вопросов, претензий, то есть риэлтор мой в отсутствие нанимателей текущих не входит в квартиру. Вы во всех объектах знакомы с соседями, могут с вами связаться? Да, во всех объектах я с соседями знакома и вообще с соседями надо дружить. Я вам могу сказать, что по одному объекту мне соседи звонят вплоть до того, что торчат письма из почтового ящика. Я пишу тут же нанимателю, что разведка донесла, что почтовый ящик переполнен, он мне пишет, пускай сам разведка сама смотрит, что там. У них с почтовым ящиком присылают мне фотографию, что почтовый ящик абсолютно чист. Вот, но у всех соседей, ну там, не у всех соседей по дому, да, понятно, а у ближайших соседей, плюс у диспетчерской есть мой телефон, у старшей по подъезду, где есть старшая по подъезду, есть мой телефон и так далее. То есть с соседями надо дружить. Меняете ли вы замки прикажет меня арендатор? Да, я меняю замки. Вот, вариант еще второй, что надо иметь два замка, отдавать ключ только от одного замка. на каком ресурсе размещаете? Еще раз. Мой риэлтор размещает на Циане. На какой самый короткий срок аренды вы согласны? 6 месяцев, а самый длинный 18? Ну, смотрите, у меня договор всегда на 11 месяцев. Я всегда сдаю в долгосрочную аренду. Я не сдаю на 18, потому что это будет договор уже долгосрочной аренды. И там большие юридические заморочки, которые очень сильно увеличивают, скажем так, приоритеты нанимателей и уменьшают приоритеты нанимодателей. Вот, если дойдет дело вдруг до суда. Поэтому у меня всегда 11 месяцев. Ну, а дальше, если через 6 месяцев выехали, ну, выехали. Если я нашла для себя без проблем быстро, но оба нанимателя нашла. Но у меня такого не было ни разу. У меня самый короткий срок был, да, все-таки, наверное, был один раз 6 месяцев. Вот, ну, собственно, я нашла дальше нанимателей, все, никаких проблем. Не русским сдаете? Ну, один раз, да, я сдавала, но не совсем не русским. Там была пара, ну, два мужчины. Один русский, один, ну, не русский. Скажем так. Вот. Ну, в общем, никаких проблем не было. Но там надо сильно смотреть, кому вы конкретно сдаете. Вот. для налогового нужно ли регистрировать договор у нотариуса? Нет, не нужно. Что делать, если жильцы отказываются съезжать, конкретно с ситуацией за заратный депозит, не хочу учесть депозит, разращиваться за ущерб, наниматель не согласен с этим, когда приезжает милиция, не отзывет рука, им говорят, что между вами и собственником, и наниматель заключает договор о аренде, мы этим не занимаемся, решаете вопросы в суде, здесь, справиться у меня нет возможности, они не забирают вещи, не выходят из квартиры. Но смотрите, с таким вариантом, в общем-то, лучший способ защиты нападения или там, лучший способ фейс-контроль. Именно поэтому очень хорошо выбирайте контрагента, это ошибка номер 7, с которым вы собираетесь в дальнейшем работать. Вот. А дальше, ну, из полузаконных вариантов идете в МОСЭНЕРГО, отключаете электричество, вот, потом, правда, вам его включать придется, но, тем не менее, без электричества, думаю, вряд ли кто-то сможет жить долго в квартире. Вот. Выбираем контрагента. Все мы помним Райкина и его миниатюру обмен, поэтому, собственно, смотрите того, кого вы собираетесь селить. Вот. Ну и вариант 2, что могут сделать с вашей кухней наниматели. Так. Подумайте, когда вы выбираете контрагентов, подумайте, характеристики хотите вы иметь от нанимателя, да, то есть, это численность, состав, национальность, пол, возраст, профессия, животными, без, с детьми, без, курящие, не курящие, с другой стороны, какая уже у вас квартира, да, потому что одно дело, и я хочу сдать иностранцам из Западной Европы, за которых платит компания, а с другой стороны, у меня квартира на выселках, а иностранцы, они все, как правило, в центре квартиры снимают, да, и на мои выселки они не поедут никогда, да, вот, поэтому, либо, я хочу семью с ребенком, семью, а у меня маленькая квартира, опять же, то же самое, вот, и тут такой момент, осторожно сдавать квартиру знакомым, вот, тут вариант, как в бизнесе, многие предпочитают иметь дело с друзьями, другие предпочитают разводить бизнес и друзей, дружба отдельно, бизнес отдельно, поэтому с большой осторожностью сдавайте квартиру знакомым, именно в том, что потом начнутся взаимные претензии, просьба на какие-то уступки пойти, и прочее, 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 поэтому данный вариант, при всей кажущейся его привлекательности, с первого взгляда, несет в себе значительные риски для вас, как для собственника. Ну, и, соответственно, факт номер раз, наниматель гораздо лучше защищен законодательно, чем наймодатель, и об этом, если дойдет дело до суда, вы должны помнить. Второе, наниматель может причинить ущерб, гораздо больше, чем залоговый депозит. То есть, если квартиру он убьет в усмерть, еще зальет параллельно соседей, то вам никакой залоговый депозит не покроет ремонт в этой квартире. Вот, поэтому это помним, и лучший способ защиты – фейс-контроль. Фейс-контроль, далее просто контроль ежемесячный, далее договор. Теперь выбираем второго контрагента. Второй контрагент вашей сделки может быть риэлтор. Пример. На личном опыте два одинаковых риэлтора сдают две абсолютно одинаковые квартиры. Одна сдаёт за 40 тысяч, другая за 33 тысячи. Итого, если мы посчитаем доходность, ну, гроз доходность, да, без учёта расходов, для квартиры стоимостью 8 миллионов, то доходность получается 6% и 4,95 соответственно. И даже если у вас, у более дорогого варианта, будет месяц простое, то 5,5% и 4,95 соответственно. Вот. Часто риэлторы любят завести плач Ярославный. Ой, рынок упал, просел, ничего не сдаётся. Вот. Давайте понижать в стоимость, иначе у вас будет простое. Давайте посчитаем, сколько вам будет стоить простой. Вот. Считайте. Считайте и смотрите, что по рынку. Я очень часто вижу, особенно вот в такие, так скажем, кризисные времена, когда, ну, со всех сторон, ой, всё плохо сдаётся, всё плохо сдаётся. Разброс цен просто. Это колоссальный. Ну, в процентном соотношении, конечно. Вот. Поэтому смотрите сами. Другой вариант есть другой. Когда собственники склонны переоценивать стоимость собственной квартиры, да, потому что их она, потому что у них там, я не знаю, какой-то там, как они считают, дизайнерский ремонт и всё прочее. Вот. Поэтому старайтесь абстрагироваться, старайтесь думать, что это не ваша квартира, а чья-то другая квартира. Вот. И старайтесь смотреть, сколько же рынок. Вот. Ну, и при этом оценивайте риэлтора, смотрите, что он вам говорит, насколько он вообще, в принципе, подкован, насколько у него опыт, за сколько он готов сдать, за сколько реально сдаёт, сколько у него показов происходит, смотрите, какую он рекламу даёт, какие фотографии, какое описание квартиры и всё прочее, прочее, прочее. Поэтому можно очень хорошо увидеть, насколько профессиональным ваш риэлтор или нет. Потому что, к сожалению, 90% риэлторов на рынке аренды не профессиональны. Но, что может сделать профессиональный риэлтор? Он может, во-первых, существенно сэкономить время ваше на показах, всяких переговорах. Вот. Вам не будут звонить совершенно какие-то непонятные личности с непонятными предложениями в непонятное время. Вот. Он качественно прорекламирует вашу квартиру. Действительно укажут те конкурентные преимущества вашей квартиры, а не просто абы что. Вот. Он не будет рекламировать, что там рядом есть детский садик, если квартиру вы не рассматриваете детей, потому что это ни разу не конкурентное преимущество. Вот. Он не будет говорить, что у вас евроремонт, если у вас не евроремонт. Вот. Потом. Он вас, опять же, если это грамотный, хороший риэлтор, он вас может консультировать по всем ключевым вопросам. Это цены, какие юридические особенности законодательства, что там сейчас с регистрацией, почему надо заключать договор на 11 месяцев, а ни на год, ни на 5 лет, ни что, сколько там депозит должен быть, какой хороший состав нанимателей, какое количество нанимателей подойдет в вашу квартиру. Вот. Он задаст неудобные вопросы, которые вам, может быть, неудобно будет задать. К примеру, если пара не расписана, спросить, а давно ли они живут вместе. Вот. Это не любопытство, да, а то, что насколько они не разбегутся через полгода или там через месяц, начав, попробовав пожить вместе. И, соответственно, по отдельности они не смогут потянуть вашу квартиру. Ну, к примеру, да. Дальше он может какие-то сопутствующие услуги. То есть, к примеру, если все плохо, помыть вашу квартиру, вот, фу, там, какую-то мебель подождать, когда везут вашу квартиру и прочие вещи. Приехать, на какой-то нейтральной территории встретиться, если вы, вот, в данный момент пересдачи, вы не можете подъехать на квартиру, у вас нет времени и так далее. Но что может сделать непрофессиональный реактор? Ну, первое, он может вас сильно понизить по цене относительно того, что вы реально можете получить. Он может легко увеличить время простоя. Если он набрал кучу квартир, не отвечает на звонки, показывает только ему удобное время и прочее. Может вам навязать невыгодные условия. То есть, вас убедить, что вот этот состав, это прекрасный состав, а условия, которые вам продавливает наниматель, прекрасные, но они для вас могут быть невыгодными. Соответственно, если вы решаете сдавать квартиру с риэлтором, надо, так скажем, потратить значительное время на то, чтобы выбрать риэлтора и, в принципе, контролировать. Потому что у меня был опыт, когда у меня был хороший риэлтор, он мне отлично все сдавал, но в какой-то момент времени у него оказалось слишком много квартир на руках, грубо говоря. И вот моей квартире не смог уделить должное время, у меня там сколько-то времени она показывалась. Пока не съехали наниматели, но я уже начала волноваться, что квартиру он не сдаст, беспростое. Поэтому надо отслеживать, контролировать, спрашивать, сколько у него показов было, кто интересовался и так далее, и так далее. Смотреть, какую он рекламу поставил, вот когда он ее показывал, приходил ли он вообще на показы и прочее, прочее, прочее. Вот, но если вам удалось найти алмаз на рынке риэлторского искусства, то я считаю, лично я считаю, что пользы от риэлтора гораздо больше, чем потенциальных проблем. Как я понимаю, у вас имеются ключи от сдаваемой квартиры. Не могут ли быть проблем, когда наниматель должен утверждать, что его отсутствие в квартире пропали его нанимателя вещи? Ну, проблемы потенциально такие могут быть, опять же, смотрятся, с кем вы работаете, но я в отсутствие нанимателя в квартиру не вхожу. Вот, я, у меня ключи есть, да, на всякие экстренные случаи, если там, не знаю, прорвало воду, там еще что-то наниматель не может приехать, ну, срочно надо попасть в квартиру. Вот, и это прописано в договоре, что в чрезвычайных случаях, если меня вызывает, там, я не знаю, кто-то, я могу войти в квартиру. Вот, но так я в квартиру сама не вхожу. Вот, ну, а так, в принципе, попробуйте доказать, что у вас там было золото. Бриллианты в квартире. Какой размер депозитов вы берете селяющихся? Одну месячную оплату. Консьержку оплачивать вы или арендаты работали? Консьержка, контроль, разведка. У меня так случилось, что ни в одной квартире нет консьержа. Вот. Так, ну, время у нас уже позднее. Пойдем дальше, да? Договор. Так, ошибка номер 9. Если вы связались с дачей квартиры в аренду, то вам нужно учитывать бюрократические нюансы сего действия. Вот. Разбираться, какой договор заключать, краткосрочно-долгосрочный, в чем особые риски безвозмездного договора аренды. Вот. Тут часто бывает, его заключают как уход от налогов. Я вижу больше рисков, чем преимуществ. Да, там, какие условия, что прописывать в договоре. Вам все в этом надо разбираться. Да, просто так шаблон из интернета лучше не рекомендую скачивать. Вот. Также регистрация, прописка. Какие для вас реально последствия надо, не надо регистрировать? Какое сейчас законодательство, как люди уходят от регистрации. Ну, не совсем законно, но, в принципе, чем вам грозит, если вы все-таки не хотите регистрировать, прописка. Какие риски для вас несут? Бывают особо умные, в кавычках, наниматели, которые просят их прописать. Вот этого я крайне делать не рекомендую, ни под каким видом. Вот. Ну, соответственно, в этом во всем надо разбираться. Вот. Налоги. Налоги 13%, 6% ПП и патент. Опять же, надо разбираться. Вот. Что вам выгоднее? Готовы ли вы с этим возиться? Ну, и вообще, будете ли вы платить налоги? ЖКУ и прочие вопросы, то есть отключить радиоточку, вовремя подавать коммунальные показания счетчиков, чтобы контролировать, либо контролировать, либо самим подавать, со всех собирать, подавать. Отключить радиоточку, отключить городской телефон, минимум межгород, интернет, если он на вас записан, и прочие вещи. Вот. Тоже с этим надо разбираться. Ну, примерчик такой небольшой для квартиры на основании 2015 года по налогам. Если у нас НДФЛ, налог на доходы физлиц, да, тут у нас 13%, и ПП 6%, и патент. Патент он фиксирован там в зависимости от площади квартиры, площади квартиры, округа квартиры, округа, где находятся квартиры. Ну, и, соответственно, видим, что разница у нас может быть 31 тысяча, да, в конечной нашей сумме, что больше месячной арендной платы. Причем налог на доходы физлиц еще не вот это 46-800, тут только 13%, но не включен еще налог на имущество. Вот. Теперь ошибка номер 9 без страховки. Опять же, подумайте, стоит ли вам страховать, не стоит страховать, и если страховать, то где, и от каких рисков, на какую сумму вам оптимально страховать. Во всем этом надо тоже детально разбираться. Вот. Потому что, пример, квартира. У моих знакомых было 12 этаж, сорвало вентиль с крана. Горячая вода волшебно лила на все этажи ниже. Вот. Там, в общем, дом был эконом-класс, вариант, да, поэтому, слава богу, там дизайнерский ремонт не удалось повредить. Вот. Поэтому общий ущерб соседям составил 600 тысяч рублей. Без учета стоимости ремонта в квартире, это, как мы понимаем, 20 месяцев арендной платы, если мы квартиру считаем, что сдаем за 30 тысяч. Поэтому, если страховать, то страховать, страховую надо тщательно выбирать, читать правила страхования, правильно оценивать страховую сумму и помнить, что страховка в непонятной компании с неправильно выбранным условием, это просто бумажка. Вот. И ошибка номер 10. До покупки квартиры подумайте о том, как вы будете продавать, если вам вдруг это понадобится. То есть при входе в любую инвестицию подумайте о выходе. Вот. Квартира, актив низколиквидный. Если вы ее собираетесь продавать там с помощью риэлтора, то если мы говорим про Москву, то услуги риэлтора тоже стоят денег, ну, значительных, да, то есть, если мы говорим, допустим, 150 тысяч – это деньги. Вот. Подумайте, если вы, например, берете отличную квартиру под сдачу в аренду, но она находится на первом этаже, то это будет сложно продать, либо с дисконтом. Если у вас кредит на обременение, если у вас дети, собственники в квартире, например, вы его купили с использованием маткапитала, подумайте, что вам их придется куда-то выписывать, нанимать, наделять долями в квартире. Причем с маткапиталом тоже не все с разбегу у вас захотят купить квартиру, только опять же с дисконтом. Что там планируется рядом строить? Вот. Ну, все, что вы можете оценить на стадии покупки квартиры, что будет, когда вы будете эту квартиру продавать. Также подумайте о налоговых вопросах, особенно если вы используете так называемую налоговую оптимизацию в кавычках. К примеру, покупаете квартиру за миллион, в миллион указываете в договоре купли-продажи. Я это делать крайне не рекомендую при покупке. Вот, подумайте, какой вы налог заплатите. Вот. И, соответственно, тут, ну, собственно, для аренды первый этаж это практически одинаковая стоимость, но при продаже дисконт 10-15%. Может быть. Вот. Ну и, соответственно, если вам вдруг квартиру придется продавать, когда не прошло три года, помните, что вам придется еще 13% стоимости. Заплатите с 2016 года 5 лет надо ждать. Вот. И там кадастр, и 0,7% от кадастр, 70% от кадастр, если занижать стоимость продажи. Ну, соответственно, налоги могут, ого-го, как вам выйти в минус. Вот. Скажите, пожалуйста, по-другому договору на срок и более. На срок более, ну, я сейчас так кратко не смогу рассказать. Вот. Рекомендую вам просто посмотреть, ввести долгосрочный договор. Там много нюансов. Если до суда дойдет дело, ну, самое простое, что там суд может дать до полугода вашим нанимателям на решение их проблем с неплатежспособностью, и для вас они полгода могут жить бесплатно. Бывали грабежи? Нет, не бывали. Как бы больше, чем вы влияние о рейдикатуре для многих риелторов на многих сайтах. Но у меня, собственно, не копируют. А посоветуйте, пожалуйста, риелтор, который работает в Московской области. Честно говоря, не посоветую, потому что у меня в Москве квартиры. Порс-мажор, слава богу, нет, не было. Регистрацию делаю бесплатно. Депозит не разбиваю. Называть страховой компанией не буду, потому что, ну, как бы, некрасиво это будет. Даже не в качестве рекламы, но просто много кто посмотрит, кто в записи. Ну, как бы, финн-вебинары мы не будем рекламировать, ну, хоть какую-то страховую компанию. Где выгоднее покупать квартиру под сдачу, в каком городе, что-то достаточно просто. Тут надо смотреть. Надо смотреть, надо смотреть, все считать, смотреть. Так вот пальцем в небо вам никто не скажет, в каком городе и так далее. Проблемы с маткапиталом, если кратко, условия использования маткапитала нужно наделять всех собственников, включая детей несовершеннолетних, долями в квартире. И после того, как вы будете продавать, вам нужно будет, когда вы будете продавать, вы должны будете получить согласие опеки. 13% на минус расходы на покупку. Да, минус расходы на покупку. Каким образом изменить кадастровую стоимость? Ну, по суду можно попробовать поменять. Вот, можно еще раз, по репо, вычет при продаже. Правильно понимаю, что 5 лет, собственно, за полный вычет не работает, а налог платит именно с разницей продавки по кушу, покупки. Да, ну, в принципе, позиция налоговой так, ведь 13 тысячи 3 лет расходы за заблуждение. Только за ту же цену, по которой приобретали, то 13% не платят. Да, если вы покупаете квартиру по той же цене, по которой вы продаете, по той же цене, по которой вы покупали, с разницей, ну, то есть никакой разницы не возникает, вы не платите, вы 13% не платите. Но если вы квартиру купили за миллион, если вы квартиру получили на наследство, то бишь бесплатно, если вы квартиру приватизировали, то есть вам она досталась бесплатно, то вы должны с разницей заплатить, ну, с прибыли, правильно. Вот, ну, собственно, время уже позднее, вопросы вроде бы исчерпаны, да. Оставляю свои контакты, если какие-то вопросы есть. Вот, можете мне написать, Екатерина Собачка, Баева, Сью. Там я небольшой простенький сайтик сделала, Баева, Сью. Вот такой недоделанный, в принципе, но там, в общем-то, контакты и чуть-чуть информации обо мне. В общем, можете написать. А если квартира в наследстве, продажа будет 13%. Да, если квартира в наследстве, не прошло 3 года, то 13%. Либо вычитывайте. Еще планируйте вебинары. Посмотрим, если будет спрос, то планирую. Огромное спасибо. Спасибо вам, мне тоже было интересно. Я, в принципе, провожу вебинары периодически. Напишите контакты в чат. Ну, давайте напишу. Ой. Екатерина Собачка, Баева, Сью. Вот. Огромное. Огромное.